Мокальную запись Там летает синий дракон наподобие красного крипа Ясно, не обращал внимания Синий дракон Но наверняка мы это где-то видели на ретрансляциях с китайских турниров Розовый пони ставит третью базу Это проверяет сейчас ТГВ В смысле не ТГВ, а Хами Сможет ли он что-то с этим сделать? Скорее всего нет Огромное количество гулей Сам берет тинкера вторым героем Подрывник шикарный, смотрите Ну как шикарно, я думал поближе зигураты Но даже уничтожив парочку зигуратов Подрывник естественно окупается Нет маны на факту, увы А тут налетает, пытается съесть Но с таким количеством вышек Я не думаю что получится Хотя есть свиток лечения, может и получится Пошли ракеты сразу в тинкера Сваром пошел в рабочих, какая боль Отступают назад Ставит факту И Хами каким-то чудом отковыривается Там свиток лечения не был прожат Возможно это фейл Я думал он подойдет все-таки дредлордам и кинет Не знаю, что я ютуб не запустился Вроде я там подредактировал Все как надо После этой игры проверим Ну если что я перезапускать не буду Просто дадим ссылочку там на ВК, на ОК Потому что трансляция в основном должна туда идти Полетели первые гарги Для того, чтобы законтрить дирижабль Не хочет отдавать свою шахту ДГВ И судя по всему не отдаст Хотя факторочка жесткая Если поконтролить робогоблинов Можно было еще снять Здоровье у шахты Светит на всякий случай Остров Хотя не знаю в какой момент можно было его поставить И сам судя по всему будет Как-то немножко палевно Вот это вот Делает А, нет, он не собирается на остров лететь Он собирается просто рабочих поубивать в очередной раз Но опять же, ракета сварм И минус рабы Дредлорд пятый получит Скелеты вытанковывают Дредлорд все равно подставляется вместо скелетов Немного не хватило урона Так, в это время Хами получил пятый уровень Но ему нужно тоже что-то придумывать Либо Минусить вражескую третью базу Даже не знаю, как лучше Регенит ману Зачем столько голды 3К Почему лимита 50 нет? Вот это меня больше беспокоит Ну он копит Не знаю, зачем В следующую игру Деньги, как мы знаем, не переходят Но Скорее всего Такое случается Тогда, когда ты законтраливаешься То есть ты увлекаешься Вот этими всеми этими харасами И забываешь про то Что нужно еще строиться на базе Вот Ну и плюс 3 работающие нычки Конечно же дают Неплохой буст Еще минус 3 раба Синхронненько Умерли Вышки от Дредлорда Не сильно спасают Телепорт, видимо Да, видимо для того, чтобы Отбить экспанд Без проблем Должен отбивать Тем более Тинкер Пустой Если Его нечем Останавливать Маны нет Ни рубка не справится Уже за счет ботинок И Пассивочки Пассивка же увеличивает Скорость перемещения Если я правильно помню Она там аффектит Вроде бы все И скорость выхода Робогоблинов И На ракеты На ракеты На что она влияет В ракетах Не на стоимость Не на стан Может быть на урон Влияет И прибавляет Кажется скорость перемещения На радиус ракетам Ага Понятно Не Я пожалуй Пасс Нас подождут Да не Тут Скорее всего Игра не закончится В ближайшее время Интересная фиксация ТГВ полностью Контролирует Эту игру Даже несмотря на то Что у него Казалось бы Лимит А Стоп Это ух Реально Это ухами Столько денег Что Господи Три косаря Три 600 Было ухами Денег Что Не ну это Косяк тогда Это конечно же Большая большая Проблема Я почему то Подумал что Ну Его Хараси Там Он В дефе Сидит Третью базу Не дали Поставить Откуда У него столько бабла Тогда да Тогда это Если там Ты противника Развлекаешь Если у тебя Больше баз То наличие денег Это не такой Большой недостаток Как если бы Тебя там В ситуации С хами Постоянно Пушат Не дают развернуться Потому что 3,5 тысячи Это Деньги На которые Можно сделать Хороший лимит Который бы Помог в разных Там Третью базу Пробрить Врагу Например То есть Всяко полезнее Маск Соби Выпадает Третий Тинкер Шрида Проверяет Базу Что в результате Кони И вертолеты 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 Делают Разведку Цветовая Гамма Кстати Низин Поменялась Мини-карта Стала Более Блеклая Это было Еще видно На превьюшке Карты Сейчас Прям Совсем Очевидно Надо бы Залить Тут еще А то Гули начнут Умирать Зря Ракеты Не используют Сейчас Минус Одна Гуля Поздновато Хоть Сделал Амулетов Спелл Щилд Выпадает Тинкер Четвертую Базу Ставит ТГВ Ну пожалуйста Он Абсолютно Не прочь Сыграть В Затяжную Затяжной Матч Странно Что Тинкер Пятого уровня А мне Бустер Показывает Что у него Вторые Ракеты И Первая Пассивка Явно Что-то Не то Потому что Ты путаешь Тинкеров Один Слева Другой Справа Правый Переучился На ракеты Третья Ракета И вторая Пассивка Все нормально Да Не тот Тинкер Все Логично Так Что Еще Две Базы Против Перспективе Четырех Падает Алхимик К сожалению Вертолеты Не могут Справиться На самом деле С Ни с Ракетами Ни со Свармом Не знаю Зачем Они тут Делаются Тинкер Тинкер Просто Под Подвышками Стоит Тоже Провтыкал Немножечко А Провтыкал Потому что Там танки Пошли Развлекать Но к танкам ТГВ Очень хорошо Готов У него Мидвеганы Которые Очень быстро Все Разрывают На части Армию Игрока Атакуют Так Интересно Зачем Два Реликвария Чтобы Сразу Две Арбы Заказать Одна Уже Есть Вот Реально Реликварии Две Штучки Кому Нужны Странная Логика Так И Мидвеганы Наступают Ну Свармс Сдувает Вертолеты Без Проблем Пропушить Это Нереально Но То Что Мидвеганы Без Без Прикрыти Это Плохо Их Их же Очень Быстро Могут Убить Особенно Кони Как же Разваливаются Вертолеты Минус Все Вертолеты Абсолютно Все Вертолеты Да Мидвеганы Тоже Еле Еле Живут Сейчас Будет Еще Ракеты Ой Смотри Сейчас Ракета От того Тинкера Ну Пам 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 Да Минус Уже Четыре Мидвегана Остается Только Один Алхимик Первый Там почти Дредлорд Шестой Ну По всем Фронтам По героям По экономике По деньгам На руках Даже Не По деньгам На руках Проигрывает С этюхами По прежнему Две с половиной Тысячи Может реально У него какой-то Челлендж свой Что ты не можешь Тратить деньги Там кто-то Предположил Деньги Да Деньги копятся Особенно Тогда Когда ты Не успеваешь За темпом В игре К сожалению Либо противник Агрессивно Как-то навязывает Короче Сбивает тебя Ты не успеваешь Отбиваться Не успеваешь Реагировать И все Золото Огромное количество Сейчас правда Еще один Мидвеган Падет Нет Живет Гарки На вышках Отдаются Но оба Не доконтроливают Конечно Дико Местами Видимо Потому что Там Где-то Застройки Где-то Отвлекающие Факторы Выходит Алхимик А что там Первого уровня Алхимик Ждет Наверное Шестой уровень Дреддлордом Потому что Потому что На шестом Будет Хороший плюс Кони Врываются Хоть и нулевые Гулик Кстати 2-0 Сваром Решил потратить Странно Чтобы не заставили Типа Орудийная башня 800 урона Бах Сич Смотрите Но Это Очень дорого Хотя Деньги У него есть Он может Тебе позволить Да ТГВ Безусловно Здесь Одержит Победу Просто Вне Всяких Сомнений А панды Да Уже В курсе Уже В курсе Подождем, когда эта игра закончится Дальше перепроверим Вторая вышка Но нужно что-то, чтобы дальше здесь двигаться А то вышки стоят, а база-то работает Еще ракеты, рабочие умирают Пятый тинкер уже Даже некуда сваром кидать Одни трупы лежат Новые вертолеты прилетают Это вообще без проблем тут у розового пони Пробили шейду, вертолеты просто мимо пролетали Подсветили и вышки сразу Все, митвеганами довольно спокойно Можно забрать все эти вышки Желательно, конечно, граунд-атаку сделать куда-то сюда Чтобы, ну, банально урона будет больше В таком случае Когда стреляешь по одной Там сплэша вообще никакого нет, как вы видите А граунд-атаку особенно по этим По осадным, которые фортификейт Это будет очень круто ТГВ начинает ставить еще Ну, готовится к постановке пятой базы Вместо мейна, видимо Тут пара вермов Да, падает тинкер Шестой уровень, можно выходить На самом деле Не сдается хами, у него косари на руках Он получает еще уровень за что-то А, потому что у него Здесь рыцари Убили митвеган Ну, они не уйдут, конечно же Никуда Если бы у вермов был грейд соответствующий Можно было бы А где он их сделал, кстати? Можно было бы помочь вышки забрать Хотя и так что-то Эти две убиваешь Сиджовые не стреляют Все нормально ТГВ может прямо сейчас закончить игру Пролететь спокойно Двумя-четырьмя вермами На мейн И двумя героями И убить все, что здесь есть И рабочих, и вышки Но, видите, он пошел ставить еще одну базу Совсем не проще Продолжить играть в макро Непонятно, правда Зачем? Может, это какое-то психологическое давление? Хотя он ведет там 1-0 Счет 0-0, но это неправильно Ладрион, а он был перенесен на среду Так что ничего не пропустил Там будет финал 40 тысяч призовой уже На данный момент Да, Митвеганы справляются Выкупил из таверны хами Своих героев Он садится просто Ну да, похоже на какой-то Издевательство Снова прибегают два героя Сварм инфернал, скорее всего Бах, бах Как же красиво И все умирает Просто все сразу умирает Теряет еще алхимика на криппинге здесь Судя по всему И на мейне хаос Нет больше вышек Нет больше рабочих Отстроен алтарь, но Надо восстанавливать героя Заказывать его все-таки Здесь вермы вроде справляются ТГВ взял еще третьего героя Пандорийского пивовара Помогает ей Сдувать вертолеты ГГ Да, злой ТГВ Конечно, в лейте Чувствует себя очень хорошо Бегает постоянно Рабочих убивает Так, я сейчас посмотрю Что у нас по По рестриму По рестриму Лучше скинуть На самом деле Ну то есть там данные стоят Я вижу ютубовские Может аспирант что-то менял Но Я скину ссылочку Лучше на Трансляцию Официальную ВКшную Если у вас какие-то проблемы С ГГ То вы можете Вот здесь вот посмотреть стрим Спасибо большое за понимание Так, у Хавка игра еще не началась А кто еще интересно Стримит Кроме ТГВ И Хавка Тут Дота какая-то Ксяо Джон Нет, я помню никнейм этот Он видимо на турнире играет У него ситуация очень нехорошая Хорошая Нага еле жива Форкин Хотя ДК очень битый ДК, ДК, ДК ГГ Да, он как раз Ну, прошу прощения Все И с кем он будет играть? Веселенький этот Товарищ Как раз с Хавком будет играть Окей, этот последний Последний игрой, интересно Привет Только подключился Посмотреть Игру А тут сразу Взрослые Слова пошли Привет Тебе Че, че появились-то? А, вижу О О Не пугаясь Стримера Таур 2 Сейчас ждем, когда создаст Что там? Что там? Да он только-только создал Вообще канал У него пока Мало зрителей В избранном кто-то Кто-то добавил Таур 2 Давайте зайдем туда Таур 2 Взросли вместе с ГГ Черт, не люблю я эти Ага, и без опсов Спасибо большое Неопроб Неплохо 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 Знакомые Никнеймы Ладно Бывает Не будем смотреть Тогда Они там еще не доиграли В общем А победитель будет с Хавком Так Закрою Неопроб Ну, слушай Обнови страничку Или мне придется Да ладно Тебе еще В часике тогда Бывай Вроде второй там Аккаунт нормальный И первый вообще Старенький Там 10 лет что ли 11 наверное на сайте Что-то он не то сделал Сейчас ТГВ с Джонни будут играть Ну, это, кстати Очень Ну, интригует На самом деле Джонни по результатам вроде посильнее Но Но шансы ТГВ есть вполне Поэтому давайте попробуем Зайти Зайти к ТГВ Посмотрим какой там геймнейм Чтоб не пропустить его Кстати, после прошлых выходных Учитывая серьезную нагрузку Были в турнирном модуле Сделаны серии оптимизационных тем И Должно работать Все значительно шустрее Предупредил Джонни Что буду андедами Да господи Надеюсь проблем будет меньше Да, пожалуйста Вот Джонни Кейдж Розовые пони Довольно шустрые идут Потому что Плис Еще своего противника не нашел Надо скрыть пару этапов Так сетка выглядит гораздо компактнее И чаще использовать Полноэкранный режим F11 Так все совсем хорошо Вылезла иконка неправильно The cool, говорит Фига Я и сам оказывается Аж с 12-го года на ГГ Прикольный и забыл Время летит, конечно, быстро Особенно за игрушками Игры пока нет Ждем Я за 1008-го в городе Нискаево Если с театрального режима Нажать назад Гагагуф Класс Театрального режима Нажать назад Да, класс Ты Он сломал сайт Он сломал сайт Нет Хорошо есть F5 Интересно, сколько людей проверят Сейчас это После После репорта ТГВ ТГВ Ждем Ну всем привет, друзья Здрасте Пятница, Warcraft Кто-то с 2020-го Привет, а ты Этот турик стримишь По контракту С ФКС Или просто Как старый любитель вариков Исключительно по контракту И исключительно Чувствую, что Мне прям не терпится В Fast as an Light Пойти играть Но нет У меня контракт Действительно Я выступаю в роли Комментатора На этом турнире Поэтому Я тут Птица подневольная К сожалению Нет Пойми правильно Я, конечно же Турниры Турниры Люблю По варику Многие Стримлю Вот Но Вот вы посоветовали Вот вы проголосовали Пару дней назад За FTL Я не думал, что Игрушка зацепит Вы прям знали Что Что мне нравится Спасибо за совет CF11 У меня как раз На эту кнопку Отключения Wi-Fi Говорит Кабачок Кабач Это кабачок Кабач Мне кажется Что это Какой-то фрукт Кабач В смысле Овощ 17 лет Втирался в доверии Ради контракта На этот турнир Да 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 Капуста Капуста Кабач Это, кстати, Не просто школьная программа Это начальная школа Кабач Просто вот Первые слова Дог Кэрот Кэт И кабач Хаос Там Мазер фазер Систер бразер Потому что Сейчас вот Флэшбеки Меня нагнали Я помню Рисунок В старом учебнике И надпись Кабач Но слишком поздно уже Кому сейчас Ты объяснишь Герл Герл Точно Герл Я знаю, что ты Олдовый Ага Просто есть же Турики потопивые Которые ты не отображаешь Поэтому я спросил Да Да Я не все турниры Стримлю Я пропустил, например State Home Story Cup Из недавних Турниров Причем Была возможность Все посмотреть Но Но нет Геймнейм Рол Да ладно Рол Играет Сам Рол Вишмастер Говорит Не знаю Смотрел ли ты Рос Рол Смотрел ли ты ТБВ Но когда ты Играешь ФТЛ Ты напоминаешь Мишелдена Который играет Классическую текстовую игру Где он так сидит Идти на юг Взять топор Ударить огра Прям класс Нет Ну я По социальной Шелдена Не помню С какого момента Но Шелден Даже по моим меркам Странный Слишком странный Так Роллингбэк Роллингбэк Так Джей Дарк А с кем он играет Юристик Роллингбэк И Юристик И Плиз Еще стартует А Плиз А здесь Какие расы Не Телефа Не нормально За ролло Посмотрим Вебку Слот Верни Блин Вы помните Это Ай Молодцы Да я уже даже Свет выключил Здесь А то есть Поймался на мысли Что свет работает А Вебка Нет Я подумал Что проще Выключить свет Чем подключать И Ресайзить Вебку Тем более Надо ее отключать От другого компа Переключать К этому Поехали Юристик Мне больше Конечно Ролл Интересен Насколько Насколько Он сейчас Почему смотрим Нубов А не Хавка Спрашивает Соулерик Ой Это конечно Нубаси Я имею Ввиду Соулерик Ну потому что Ну кто он такой Кто нибудь Знает Солерика Просто Синий парень Ладно бы Ты хотя бы Кого-то из них Мог бы катнуть Но ты можешь Катнуть Но гипотетически Это Хавкс Фейка Надо проверить Не ну он же Стримит Он же там Слишком сложная Схема Демонхантер Первым героем Славка Привет На аватарке У юристика Был дредлорд Но он Все-таки Берет деку Даже если человек Нуб Он молодец Если зарегался На турнир Все мы были Нубами Ну Шпильман Говорит Михаил Но ведь для того Чтобы оценивать уровень игры Не обязательно для этого Катнуть оппонента Конечно Не обязательно Но дословный перевод Нуб Это человек Который не умеет Играть вообще То есть это абсолютно Новичок в игре Если Мы говорим О роли То ролл был Сильным Игроком Где-то На протяжении Трех-четырех лет То есть входил стабильно Наверное в топ-20 Лучших игроков России На протяжении Длительного времени Вот И называть его новым Конечно же Неправильно Шпильман А то что ты пытаешься Защитить А Другой синевик Понятно Если ты считаешь Что это объективная оценка Уровня игры То К сожалению Ты не прав Женская моделька Дредлорд Дред ДК Эмант говорит В России было 20 игроков Не-не-не Прости было Конечно Много игроков Хороших Так Тем временем Жуткий клинок Выбивает Кроме кольца Себе еще С антриварды Наверное против Андедов Не так О это что Это раш С двух Склеп Застройка что ли Застройка Это What the Офигеть Второй барак Слишком поздно Понимает Ролл Что его Застраивают Ну посмотрим Нет Раньше так делали Постоянно Но не конкретно так Не доконтроливает Веспа Он там застрял Вот Самое главное Диспыльнуть Когда Не Диспыльнул Пошел Вард Армию Игрока Атакуют Нет Тут все Все на контроль На самом деле Делается Отменить Зигурат Ну там есть Второй Второй Жертвенный Череп На случай Если будет Диспал Может Таким образом Нет Хорошо он Дэд контролит Не подпускает К Зигурату Прям Красиво Но Но в Зигурат Надо сейчас Врываться Просто Врезаться Обязательно Димка И Арчами Всеми Потому что Самая большая проблема Именно в Зигурате Который с фортификей И Тармором Арчам будет Совсем не под силу Взять Прятаться Просветка Есть Не сразу Доконтроливает Ролл И Достроился Барак Можно кстати Один барак В общем то Выкопать Не доконтроливает Да тут все не доконтроливают И Ролл не доконтроливает И Юристик не доконтроливает Все Второй барак Правильная реакция На такую тему Где-то минус Две Арчи Получается Да Две Арчи На две Гули Приблизительно Телепорт Жалко отдавать Но видимо придется Ну не просто Телепорт отдал Но По крайней мере Одну гульку Покоцал После этого У Рола Да Выкапывать сразу Барак Идти на Мастерскую В смысле на Лагерь наемников Спокойно Поставить еще Мануэл А уже ставит Мануэл на 50 Возможно Магазин И при этом На счет Тыкнул Т2 Успел Хотя пораньше Андетт это сделал Когда понял Что Надо Привык ставить На паузу Друзья Но я не могу Сейчас подрубить Ютуб К сожалению Есть трансляции Скиньте пожалуйста Ссылочку Еще раз На ВК Ну Хами пришел Хами Ты любишь Деньги копить Вообще Мы Мы даже Тебя перепутали Два раза С ТГВ По количеству Бабла На руках Мы сейчас Смеемся А вдруг Он в реальной жизни Миллионер Долларовый Второй левел Деки Следственная беда А Да-да-да С лесом Кстати Была беда Точно Несмотря на то Что Шреддера Вроде брал Постоянные набеги Они такие Плюс Тебе нужно Живушки Постоянно Еще отстраивать Да Это логично Чуть не подумал Об этом На тот момент Было где-то 350 У тебя лес Когда я посмотрели На три косаря На руках Ну У Ролла Все прекрасно Есть конечно У Андеда Продолжение Но По уровню Он отстает По экономике Судя по всему Тоже Артефакты Отличные У Дыхи Я думаю Надо сразу Ставить базу Раз есть ресурсы На руках И лес есть Прям Не ждать И тыкать Сразу Нычку Не тыкает Нычку Блин И он же не сможет Вот эти вот 600-700 голды Быстро потратить Хотя нет Второй герой же Второй герой И Дриадок Все равно Есть деньги На руках Пока что Винные пары Очень правильно Делает Потому что Сейчас Ценное здоровье А панда Когда выходит У нее полная мана И винные пары Видите Там 45% мисов Дает Даже на первом уровне Очень помогают Сэкономить здоровье За счет маны Так В это время Попытка поставить базу Приходит Димка 10 монобер Очень странный Конечно Такой Импульсивный Монобер Но видел ДК Сделал монобер Но неправильно Свиток бы Взять Такое впечатление Что Андетт делает базу Думая Что у Эльфа Там экспант есть А Эльф Просто одной базы В Т3 идет И протектор Ставит Блин Вот этот Ролл По какому-то странному Шаблону действует Может быть Он боялся Гарг Что ДК После Такой агрессии Если он Соло То там Гарги будут Скорее всего На Т2 Опять сейчас Монобер Спонтанный Нет Нет Панда Битая Панда Инвул Уже был Да Димка В инвизи Побежал Отменять Нычку Но Ну да Он отменит Допустим Но панду Это жалко И артефакт Жалко Шердл Долго Не прожил Взял И это ГВ Красно Ломился Здесь Монобер 0 хпс Снимает Да нет Монобер Вроде Есть там Особенность Нанесением Урона Кажется Кажется Либо не наносит Вообще Либо наносит 7 По героям Но кажется До 20 Монобер Ничего не наносит Иначе Было бы Сбивание Регенерации При Берни При маленьком Берни Так что Скорее всего Да Там только Мана уходит А здоровье Не трогается Баран забыл Не рубку Что-то Барана Я не вижу А ну да Хорошо Ну вот сейчас Благодаря Гаргам Что не добил Что не добил Да как Ой Как же Ролл Не доконтраливает Ё-моё Мог с руки Просто С руки Забрать Ну Уже Ну Юристик тоже Видите Ошибается Периодически Отдает Гаргу Ну Я начинаю Мог сделать Тролл Как только Это сдувает Это сдувает Хорошо Вместе Соколитами Которые будут Пытаться Конечно же Чинить Этот самый Зигурат Но Очень странное Дыхание Сейчас Реджув на Димку Рык Шикарно Перегруппировывается Сейчас Панда Выпивает Бутылку Скорее всего И все И понеслась Два Дыхания Шикарные Берна Димку Восемь Сандыку Спокойно Тут проламывает Все Гули пришли С мейна Но Армии Очень сильно Не хватает Остается Только одна Нерубка Гарги Падают Гули Падают Сражаться С таким Набором И героев И войск Крайне сложно Дима получает Еще в довесах Пятый уровень ГГВП Еще без проблем Так Хорошо Зайдем в следующую игру Давайте Хавк играет Хавк играет И ГВ тоже Играет Да Вы можете Если что Если вам Неинтересно Например Конкретно Какой-то матч Который мы С вами Вместе Смотрим Вы можете Включить Трансляцию Того же Самого Хавка Или ТГВ Которые Стримят Каждый раз Когда турнир Идут Они стримят Не баня Грит Такое отношение Как будто я всех баню Так Кто у нас там Сергей Привет Привет Не так быстро котик Ну Хавка там Самое начало А ТГВ С Джонни Играет Вот этот Этот матч Бо я посмотрел Да Давайте Посмотрим Все-таки Матч С Джонни Выключим Так Тыкнем Так Никакой Никакого Экспанды Как вы можете Заметить Нет У ТГВ Я зайду В игру К Ролу Но Парочку минут Посмотрю Пока что У них начало игры У Ролу А здесь может быть Что-то интересное Так Может не выпадет Хоть что-нибудь приличное Алло Алло Очень часто Звонит ТГВ Уже не в первый раз Его слушаем Но ему почему-то Не отвечает никто Так вот С чатиком перед игрой Обсуждали Что Джонни Не ждет от него Стандарта Ааа Вот поэтому Ну вот всегда Интересен Такой бэкграунд Ну Такой инсайт Не бэкграунд А именно инсайт Почему Вот Так В той или иной ситуации Он решил Поступить именно так Ну Не ждет Так не ждет Но у противника Экс Правда Хорошая Нова Второля прям Которого врываются Скелеты Лич второй ДК никакой Увы Фрост армор О еще тролль Вырывается вперед Но Джонни тут Очень агрессивно Играет И при этом Он никого не убивает И недоконтраливает Что странно Как вы помните По прошлым Играм Джонни как раз Славится тем Что Не просто навязывает Агрессивную игру Он при этом Еще исполняет хорошо А вот тут Врыв совсем был На минус 3 юнита Даже минус 4 Если посчитать Элементали В результате ДК получил Третий Лич получил Второй И Джонни Получил Леща Еще минус тролль Так Книгу не читает Ну он один Из молодых игроков Там видимо Так Берет голема Со слоу Обсидианки работают Не ну хорошо Что будем делать Так А че это он так халявит Алло Алло А в ответ Тишина Опять Ну там Действительно Всего одна Магическая вышка И Она вызывает Вопросы Типа Как так Блин Ну конечно Ужасно МК 2 На руках 600 голды Вот В пушах Такой темы Быть не должно Вообще Берет Третьего Пит Что ли Он любит Пита И Пит Подходит Здесь Подстрати Отправил Деку Домой Да Пит Лорд Рейну Фаер И Митвеган Такой Стоит Одинокий Забытый Интересно А что у него Действительно На мэне Если на экспанде Одна магическая вышка Может на мэне Вообще Голяк Черт И он успел А может и успел Кстати Мне кажется Артефакты Вытащили Митвеган Подставляется Дико Слоу Передает Арбу Слоу Нархмага Можно развести На телепорт У него есть ТП Там Митвеган Терпит Ай-яй-яй-яй-яй Хоть Новый Трать Блин На это Нет Слоу Слушайте Я пока Здесь Посмотрю Потому что Тут Прям Есть Во-первых Шансы Реальные Вполне У ТГВ Забрать Джонни Надо подрывняка Взять Минус Две Фермы Берет Дирижабль Минус Две Фермы И половину Барака Можно съесть Но денег Нет А он Собирается Дропаться Прям Внутрь Не помещается Митвеган Ой Ай-яй-яй Это Это Может быть Очень важным Моментом То есть Это Может быть Game Changing Moment Так Называемый Во-первых Зайти туда Внутрь Очень сложно Очень сильно Толпится Армия Видите Пока Дойдут Во-вторых Нет Не хочет Продолжать Не знаю Да Пока там люди Толпятся Помните Тролль Бегает Вокруг Герои Выходят И сражаются Фактически С неполной Армией Врага Попытка Поколить Не увенчалась Успехом 47 лимита Но Тут Тяжело Уже Койл Попытка Забрать Пита Там Штамповка Идет Тут Очень Хорошо Нужно Контролить И Минус Минус Дирижабль И Телепорт Пошел Добиваю Там Рабочего Из последних сил 700 Голды На руках Давайте Краем Глаза Посмотрим Что В игре Тут Происходит Счет 1-0 Можно Поставить Кстати В кои-то Веки Ролл Кажется Был на Первой Позиции Нет Юристик Был на Первой Позиции Макс Привет Юристик Ставит Нычку С дредлордом Все чаще Чаще ДЛ Первым Героем Заходит И Кажется Это будут Не отдавать Только барак Против мас Нет Ну как Ну как Ну как Это Такой Важный АО Особенно Если Ты Играешь Мас Котов И Пушишь Экспанд Ё Моё Да Переключаемся Сейчас На ТГВ Блин Вот это Очень Было Плохо Прям Очень Плохо Ну а ТГВ Не продавил Тут Явно Противника Уже 60-70 Не успевает Вылечить Увы Вертолет Вертолет Появляется Тут Масса Просто Ладно ГГ Тут Начало Ультра Всратая Было Я С Зигуратами Завтыкал Короче Надо Чуть Поиграть Стандарт Чтобы Нормально Исполнять Ну Хорошо Так Что у нас Там Осталось Хорошо Они Пока Черкают Я Вернусь Посмотрю На Просто Дело В том Что Если Вы И Не Доконтроливает Рол К сожалению Еще Своего Кота Не Прячет Потому Что Все Рано Просветка Есть Так Хоть Ирон Какой Нанесет Тебе Можно Было Развести На Просветку А потом Уже Идти И В результате У тебя Боевого Лимита Меньше Чем У врага Который Поставил Базу Да Не говоря Про то Что Тебе Придется С Поднерубкой Как Минимум Сражаться Здесь А Так То Ай Пошел Грейт на Т2 Очень Странные Странные Решения Тролла Вот Зачем Т2 Как Вы Думаете Есть Идея Зачем Роллу Т2 Просто Армия Никакая Один Кот Одна Арча И Один Тролль Второй Герой Тут Кипер Отличный Герой Зачем Ему Второй Пока Диспол Нет Кипер Единственный Кто Здесь Нормально Может Продолжать Пушить Чеку Мастер Скорее Всего Нет Потому Что Турнир Бо 3 И Он Заканчивается Как правило За 12 Часов Кипер Пытается И Персонал Квитин Да Там КД Меньше Чем 5 Секунд Даже Скоро Заби Зачем Сейчас А у Ни Телепорт В принципе Ну да Тогда ГГ Я пропустил Начало Пропустил То Что Козла Не было ТП Тут Тут Просто Без шансов И Баллиста Подставляется А так А так Застроить Человек С Протекторами Почему бы И Нет Два Барака Протекторы Поехали Козел Для этой Темы Идеально Почти Подходит Может Даже И Лучше Может Реально Идеально Рейнджовый Герой С ОМОН Не такой Ну Не такие Большие Лимиты Чтобы Патма Решала Как раз И подрезать И Да Блин Деньги Был Магазин А он Не доставал С той Позиции Будучи Окруженным До Магаза Или Ты имеешь Ввиду До того Как его Окружили Так То Да Там Лучше Наверное Инвол Было Купить Если День Уже Было Потому Что Если Ты Прожимаешь ТП Ты Теряешь Два Протектора И Шансов Вообще Никаких Даже В такой Ситуации Он Может Еще Как Нет Не Может Продавить Ну Там В три Раза Больше Лимита Врага Протекторы Такое Не тащит К сожалению А Колиты Еще На помощь Идут Идут Просто Толпень Гулей Сварм Жух Минус Все Почему Не сварм Минус Два Веспа Минус Тролль Минус Жизни Нет Он просто Хочет съесть Козла В очередной Раз Вызывает Телепортируется Там Есть Да Просто Свар Минус Тролль Сейчас Уже Не столько Критичны Потери Потому что Вражеского Героя Все равно Нет И Гульки Гульки Умирают Просто Так Гейм Нейм Хавк Хаук Давайте Зайдем Кхошку Ну хотя Может быть Зайдем Хавк Выиграл Скорее Сюда Прошлый Матч Я посмотрел Третье Решащее Ролло Потому что Так мы Никак Не Посмотрим ТГВ Посмотрим Хавка Не Посмотрим Давайте Выйдем Из игры Подождем Ролло Посмотрим ТГВ Удобно Конечно Когда Есть Есть Возможность Переключаться Между Игроками Тут Довольно Много Получает Урон Что Какой Хараз Получился Вроде Хороший Хараз Получился Нет Недоволен На Первый Выиграл Хавк Ну Хорошо Пытается Развести Лайтнинг Щелк Не Получается Бедолага Жесть Там Так Гулей Унижает Ладно Справляется Кое-как Да Это ТГВ Это ТГВ Алло Что Будет Делать Интересно Вообще У него Сейчас Мфы Нет Очень Важно Время У меня Все Настолько Криво Что Я Даже Может Не Ставить Базу Думает Сейчас Да Пришел Джонни Джонни Разведывает А вот ИГВ Не знает Точно Где Маг Он Крепится Или Нычку Ставит Джонни Делает Разведку Например Он Футменом Бегает Видит Все Четко Понимает И уже Пошел Архмагом Ну что Ты Лечишь Ой Как Ты Достал Видели Жестных Троллей Раньше Какой-то Сумасшедший Здесь Ну Это Нереально Кривой Старт Прям Просто Забейте Проверяет Эксп Слип На Тролля Пытается Убить Тролля Дис Полна О Сейчас Кролл Забейте Который В этой Ситуации Может Реально Подрешать Но Кстати На Удивление Третий ДЛ Может Тролля Заслипать Нет Архмага Пытается Но Архмага Это как Там же Тролль Троллей Не Доконтрол Тролливает Какая Грязь Просто Грязюка Но окружает Архмага Еще Слип И Это Минус ТП Красиво Троллей Спаси Спаси Троллей Третий Тролль Убивает Фута Не Неплохо Кстати Неплохо Вполне А там Экспо Или не Экспо Он в правом Верхнем углу Построил Или он Вообще Ничего Не Строил Он Просто Архмага До Третьего Дотянул И Все Молодец Успевает Джонни Доконтроливает Архмага Дроп Хороший дроп Негодуем Плохой дроп Негодуем Ха-ха-ха Блин Ну то есть Все падает У него И Бутылка маны И амулет А реакция какая Блин Такое плохое начало С таким дропом Если бы другое начало Точно бы выиграл Алло Да Жалко Алло Говорит Это конечное Там Павел Пишет Личку Правда Но я думаю Прочитать Спасибо за ТФЛ Скачал Мод Арсенал Плюс Без доп Галок Чтобы корабли Не открывались Очень достойно Мод Стало разнообразнее Сложнее Возможно В следующий раз С Арсеналом Потому что Арсенал не советовали Тогда Когда Вначале Ну сейчас Я бы с базовыми вещами Вроде разобрался Что как работает Поэтому Возможно Возможно Экспанда Не будет Не будет Что в такой ситуации Делать Интересно Забрать Архмага Попробовать Крипджек Все-таки Попробовать Крипджек Саварм Хорош Часто будет Минус 3 тролля Между прочим Ну ладно Пытается Отвлечь Внимание Врага Минус 2 тролля Что делать Магическая вышка Ждет Ополченцы Готовятся Надо Обязательно Сейчас Выпить Ману Предварительно Выкинув Выкинув Амуль И сейчас Реально Хороший урон ТГВ наносит Врагу И успевает Здесь отмикрить И там Немножко Отмикривает Надо вспомнить Про дредлорда И скинуть Еще Один Сварм Хорош Ну Хаос На мэне Творится Какие там Рабочие Там добычи Нет уже Заказывает И пошел ТП Шикарно Персональный Еще один Сварм Пятый ДЛ Вообще Молодец Рабочих Почти не Осталось Спасает Еще Тролли На чудесах Минус Архмак Красавчик Чей мамкин Не Услышал Пушер Мамкин Пушер любимый мамкин пушер так хорошо хорошо давайте посмотрим что у хавка минус эмоциями интереснее смотри да конечно иногда там на грани но этот of energy из игры посмотрим можно из игры посмотреть давайте только надо посмотреть не пропустить бы но хавк пытается отбиться на экспанте у себя у него судя по артефактам у него все вообще прекрасно он успел там не просто отбиваться но и точки позабирать циклон у него есть например можно попробовать дредлорд в смысле до этого деку по окружать трупов особо я не наблюдаю на экспанте он отбивается очень хорошо друзья всем добрый вечер у нас сегодня шестой турнир серии грустно серия постепенно подходит к концу всего же 8 турниров это это уже шестой сейчас посмотрим какой геймнэйм будет джонни дам создал да ну вот и как во появилась хорошо 8 15 22 пишет хавок это как еще три турнира получается мне казалось этот шестой давайте посмотрим каратенечко хавка ну пару минут потому что здесь скоро уже должна быть развязка из-за того что время андеда немножко ограничено у хавка тем не менее настолько ситуация вот по количеству бабла на руках можно судить насколько все у хумана насколько он чувствует себя комфортно там не достраивает футов он не парится по поводу там каких-то каких-то вложений хотя вышек строит много на самом деле сейчас неприятный крипджек но делать циклон пока дк в циклоне убивает финда одного футы очень битые частично пытается спасти футов но конечно это сложно особенно когда есть лич есть арба есть фрост армор ой не вовремя но идея была хорошая да фокусить лича потом вовремя поднять деку еще минус 2 фута скорее всего будет на отступление здесь подкормил андеда подкормил возможно попытаться добить фута от которой отбегает назад он сейчас как раз там наладан а уже все подлечился просто еще плюс 3 вышки делает хавка вообще не стесняется как в прошлой игре под конец имел 3 база против 1 понятненько что перчатки скорости наги что в доту играет наги причем понимаете наги это не блэйд это нага это нага да и крепится спокойно кстати там стартанула игра на эхуайлз и что-то мне подскажет что там будет два экспанда или не будет вообще ни одного экспанда то есть вряд ли ситуация что один ставит другой не ставит нас ждет скорее либо оба да я вижу голду у хавка но это нормально у меня как раз т3 доделался вышки ему позволят пережить эти пуши осуждая говорит за нагу да я не озвучил опять эту шутку но нас могли бы на твиче забанить за просто упоминание наги вышки стоят очень плотно друг дружке ну все покупает просто арбуз там еще все короче здесь изи для хавка вы уж извините пойду гляну на тгв тгв счет 1-1 дредлорд у тгв ну архмак у джони в чем прикол с нагой какого-то популярного стримера за ну канал заблочили ну это был первый прецедент за упоминание он играл в вов и сказал нага в эфире там есть раса наг или какой-то там юнит был вот его забанили за то что это созвучно с нига вот или является сленговым от нига в том числе вот и после этого наги за наг могут забанить а он именно жестко намекал на то же самое чат форнсел я посмотрел этот клип вроде там был такой поверхностный ну то есть вскользь юмор и но с мешок после возможно да возможно выдало его за мигу банят за миггера нет за миггера не банят но кейк разбирается на самом деле в правилах твича поэтому наверное можно говорить нага может быть не стоит намекать на цвет кожи наг или на их происхождение что они ну в общем да так вот они два экспанда вопрос заключается в том удастся ли нанести удастся ли короче отменить эту базу ну джонни вроде тремя футменами пытается это сделать элементов уже нет вот элем новый появится его надо не пускать ой как грамотно все таки ну джонни неграмотно сам поступил архмак сам не хочет он первого левела представляете он закрепил только экспант и все попытка убить ой слип еще на фута ну сейчас должен архмак выходить но это рискованно правда чтобы типа пару выстрелов сделать нет он бы выжил ошибка было видно что выживал вы видели а нет он не выживал поэтому собственно он и не смог восстановить он думал что выживет но не выжила мне показалось что выстрела после выстрела архмага оставалось хп еще и футмену успевал сделать один выстрел но там хватало хп но нет видимо первое что засчиталось это удар фута как-то так а потом фаерболом добило все-таки и он вынужден был зигурат отменить чтобы по лесу не проседать и даже после отмены зигурата не смог не смог сразу восстановить шахту так что так что Джонни очень прав какое окружение все-таки архмага заставляют телепортироваться ну с одной стороны да потерял большое количество ресурсов розовой пони с другой стороны это минус три футмена это минус телепорт минус элементаль по уровню мы наблюдаем серьезную разницу между архмагом и дредлордом к хавку или к роллу хороший вопрос наверное к хавку потому что ну хавку выиграл получается все-таки к хавку хотя в любом случае ленив говорит это минус хум минус хум думаешь хватит преимущества я думаю они только только сравнялись как бы эксп стоит сейчас разбегутся прокрипятся сравняются немножко по уровню хотя не сильно сравнивается пока что потому что крипиться с двумя футменами сложновато медленно получается не и роллы и хавку получается выиграли раз хавок там и у того и у того у одного вторая игра была после победы а у второго был счет 1-1 скорее всего там 2-1-2-0 ох опасно архмаг ходит ох опасно ходит архмаг минус фут дредлор такой опасный особенно в правильном исполнении с него и массовые заклинания есть дизейбл по герою только маны не хватает но это дело покупное и наживное очень битый гуль никак не выживет пытается сделать и окружить получится не получится ой да там скелет развалился очень небольшая армия здесь у у тгв и уже маны нет для того чтобы еще разок отслипать его рефлы тролль было там в лагерь наемников но там еще не закреплено даже и тут тгв понял что зря наверное он полез потому что ну хотя он полез он не хотел лезть но хотел просто крепиться используя преимущество хотел забрать магазин попытался но а там слово за слово а хавок мы же из игры смотрим точно какой гейм хавк если они еще закончат то да если нет мы пойдем просто рестрим делать не переживайте не ждите нас вот уже далеко не минус хум и свиток приобрел и рифлы пошли два барака причем два барака и т3 третий архимаг но тгв побежала заниматься тем что умеет лучше всего это убивать рабочих я думал что мк будет со свармом ох сейчас будет больно ну где сварм отсюда же можно кинуть жук сразу все оранжевое минус пара рабов на одну гулю пока что дредлорд пустой очень много рабочих падает но дейл без маны и проблема у тгв на мэне прист выходит грамотный тоже ну как грамотный он он нет он неграмотный извините беру свои слова назад он должен был под ополченцами тут спокойно и себя и всех остальных выхиливать магазин подставляется очень важная штука потому что нужны маны в дредлорд он должен приходить и сейчас как раз т2 сделается магазин не успеет как раз рушится магазин под окончание т2 ё-моё падают околиты падают гули подходит целый зоопарк с лагерь наемников я не заметил откуда они взялись сейчас под нерубками под мейном надо магазин быстро восстанавливать было минус райфлмен и минус 3 футмена минус 3 футмена кормит дредлорда наполовину 5 дл ё-моё вот вот опять уже преимущество джонни боевого лимита чуть больше по ресурсам лучше основной лимит больше после того как ну если тгв справится с джонни то может и с хавком удастся постоянно ему проигрывает в том же самом эчапе с теми же самыми стратами хотя нет не с теми же самыми хавк чаще пуш чем джонни персональный телепорт пошел ну дредлорд накупил себе бутылки маны и тут архмак архмак без тп 3 уровня как он здесь оказался уже никуда не уйдет даже несмотря на убийство тролля да все ради экспы добивание этого элементаря было только ради экспы ради 5 что-то мархмак забыл армию игрока атакуют ну джонни очень любит разделять войска вот как орки делают у него архмак помните в мирорах особенно очень любит бегать но но дредлордом это шутки плохи 5 дл 5 дл добить тролля добил Randy может он и данарь есть здい вода Ох, какая там гопша, вы посмотрите. Надо срочно сплитить это все дело. Выложит амулет, успеет. Надо выкладывать амулет, пропить, взять амулет. Не успевает. Минус прист. Минус еще один прист. Дредлорд пятый. Выложил. Взял. Еще давай, ну. Там такие рифлы красненькие. Надо не пожалеть на этого рифленого. Понимаете, бутылка маны стоит 150. Рифленый стоит 200... 205, кажется, да? Рифл спрятался в лесу. Плюс тебе еще за это опыт дают, правильно? Если там ситуация у вас по экономике разная, то да, можно еще сказать, что невыгодно менять. А в такой ситуации, конечно, выгодно. А, мана 200 стоит. Это хп по 150, манка-то 200. Мана-мана. Но все равно выгодно за счет экспы получается. Арифл точно? 205. Паук 215. Арифленый, кажется... Ой, там опять поп... Нет, это... Это инвиз. Что будет стрелять? Нет, не хочет. Скорее на рабочих пойдет. Увидел, что уходит человек. Оп. Ужас, летящий на крыльях ночь. Город в осаде. Сразу обходит, посмотрите. И... Видит, 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 видит! Ну, видит! Мог раньше сделать. Инвулом ловит молоток. Псих. У него, правда, лимита меньше, но... Но он выходит в свою тему. Пытается развлечь еще на мэне. Еще один сварм. Какое же все битое! Раз! И бамбр по удару! Два! Три! Четыре! Ну что, надо телепортироваться. Причем сразу на Магаз все правильно делает. Предскажи, пожалуйста, есть хорошая страта за альянс через коней? Через коней. Против кого? Это важный, важный момент. Кони почти во всех мэчапах могут использоваться. Но обычно они не являются основным юнитом, к сожалению. Потому что... Во-первых, это Т3. Во-вторых, у коней мало полезных свойств, увы. По сравнению с многими другими. Да, Сперант, не трогай, пожалуйста, рестримы. Потому что ты мог задеть рестримы на основные каналы. Есть, если что, ретрансляции в ВК и в БУК. В чатике была инфа на ГГ. Против Орды. Не, против Орды совсем печально. Во-первых, есть Кадоина Т2, которые первых рыцарей в контрит. Во-вторых, есть Таурены, которые вообще в салат любую подобную землю контрят. Ты можешь, конечно, на удивление сыграть, если не опытный человек. Но чаще всего никак. Дредлорд. Вы посмотрите, диспл пошел шикарный. Армия нежити. Некроманты идут в бой. Из труповозок выгружаются скелеты. Тут же поднимается нежить. Дредлорд наполовину шестой. Алхимик второй. МК врывается. Ой, хорошо врывается МК. Свитка лечения нет. Но почти Дредлорд шестой. Но ему нужно еще несколько трупов. Для того, чтобы появился Инфернал. МК четвертого уровня. Сварма Дредлорда. Шестой ДЛ. Выкидывает. Пропивает. Инфернала кидает. Бах, Инфернал в рифлов. Красиво. Свармом полирует рифлов. Красиво. 58 лимита на 44. Исключительно за счет Инфернала. Сейчас ТГВ еще остается в игре на самом деле. Сварм. Надо валить отсюда. Надо срочно отсюда валить. Слушайте, ну вообще Престы сделали все, что нужно. Престы и Маутен Кинг. Вот кто герой этого сражения. Самый главный МК со вторым клэпом. Давайте еще разок скину в чатик официальный стрим. Если у вас есть проблемы с ГГ, пожалуйста, вот есть трансляция в ВК. И я еще в настройке чата добавлю это в Message of the Day. Ну мало ли. Там Хавка сражается. Так, хорошо. Но, во-первых, появляются скелеты. И, в принципе, можно продолжать всякие там харассы. Скелеты пошли. Рабочие тут же эвакуируются. Дредлорд побежал на Эксп. Какие зрелищные игры. Да-да-да, тут масса просто движухи идет. Армия андедов. Так, побежал здесь назад. Здесь скелеты. Но скелеты в том числе, конечно, кормят героев. Это может плохо закончиться. О, приходят дать же некрасы для того, чтобы из трупиков поднять. Странно, что этот некрас не успел вызвать парочку. А тут Дредлорд. Дредлорд. Престы полупустые. Сварм на них. Свиток лечения отличный. Но битый Митвеган. 56 лимит на 64. Перекладывает артефакты. Без Инфернала нельзя сражаться. Может, он ждет, когда откатится. И это без МК он отбивается. МК уже подходит поближе. Да-а-а. Может, стоит ЭТП прожать сейчас. Потому что тут явно будут проблемы. Алхимик третий. Дредлорд снова пошел развлекать. Падает Митвеган. Без шансов вообще. Там Инерфаер. Рабочие превентивно эвакуируются. Сразу в лес. Просто в лес. Армию игрока атакуют. Своим видом вам пост пугает всех. Возможно, здесь будет Инфернал плюс Варм. Им тоже шикарно можно развлекать. Да, Инфернал. И, возможно, Инфернал оставить. А этим персоналочку сделать на экспанд. Хотя тут столько некрасов. На самом деле могут и без героя отбиться. Рабочие пытаются уйти. Все никак, он не может их найти. Мортиры лупят. Прекрасно. Там такое количество мортир. Что, сдает эксп? Митвегана уходят. Сдает эксп ТГВ? Да, оставляет. Идет, короче, в размен. Ну. Ой, Дредлорд седьмой. Инвул. Митвеганы идут своим ходом. Экспанд минусится. На мэне 2 500. О, как же красиво вообще. Такая жесть. Вы видели? Они попытались Инферналов в гурьбой все и 10 человек забрать. Климчик сделать. Я пересмотрю. Кайф. Просто там все горит. И они бы забрали, если бы Дредлорд не прибежал. Там Дайнф, эмаляция работает. Но сейчас... А Джонни что, без ТП? Джонни без ТП! О, ТГВ молодец! Вообще какой! Он сейчас убивает и мэйн, и экспант. И спокойно может со своим мэйн, со своим телепортом посражаться. Делайте персональный стаф. Пытается Маутен Кингом отбрыкаться. Надо слипать его. Слипать его. И на базе восстанавливают дегураты. Ё-моё. Возвращается вся армия. Но куда возвращаться-то? Экспанды нет. Митвеганы идут. Можно в Элиминейт вообще играть. Боевого лимита у Джонни даже больше, но... Ой, сейчас может потеряться. Надо отсюда скорее ливать. Да, ливает. Правильно все делает. Господи, это такой просто развод прекрасный. Может быть, он и отбился на экспанде. Но то, в какой ситуации сейчас оказывается Джонни, это вообще беда. У него нет добычи. У него нет рабочих. У него нет рабочих. У него нет рабочих? Не, не может быть. У него два раба есть где-то. Два раба, вот они. Ну, так, ГВ надо для начала высасывать все, что есть на мейне. Стараться не сражаться сейчас. Восстановить жизнь и ману, скорее всего. Экспанд, конечно, он рискует. А, он ставит сразу экспанды там и тут. Может быть, это и правильно. Нет, ну, хочет продолжить разводы. Главное сейчас вот не терять. Вот так вот не терять. Ой-ой-ой-ой. Да, у нее денег нет, действительно, на эксп. То есть его просто можно сейчас уже выводить из строя. Просто разводами. Два Митвегана каким-то чудом обошли. Обошли. Город в осаде. Бэйстрейд. Да уже все, это не бэйстрейд. Это минус Джонни, похоже. Блин, ну, ТГВ молодец. Надо переключиться будет на него, когда... Инфернал очень нужен. И нужны трупы вот из Митвеганов очень. Чтобы просто пошла движуха. Акалиты эвакуируются. Здесь еще одна база. Все, сейчас пойдут. Джонни откроется. Все, понимает. И огромное количество скелетов. И Джонни нет телепорта. Все. Джонни теряет базу. Он вот... Одна вышка у него есть, по сути. И парочка рабов с собой, для того, чтобы построить там последнюю ферму, скажем. Но он не знает о вот этой вот базе. Очень грамотная база ТГВ. Скелеты еще доконтроливать бы скелетов. Вообще ТГВ может еще... Может вообще еще... Нет, не будет он телепортироваться, видимо. Скорее, здесь нужно бахать зигураты. Магазины зигураты надо здесь бахнуть на экспане, на этом. В первую очередь, Магас. Дредлорд бегает. Его задача убить... Ой, Инфернал, смотрите, рабочих можно убить. Минус один и минус второй. Блин, какой же он псих-то. Все, и последняя Ламбермил. Рабочих нет. Блин, бедный Джон, это так бесит. Просто красивейшая игра. ГГ, вау. ТГВ, хорош, хорош, хорош. Сейчас досмотрим от него. Изейшая. Изейшая. Все нормально с матчапом. Класс. Слушайте, ну это круто. Давайте посмотрим на сеточку. Турниров, конечно, вагон просто. Да, еще три турнира серии будет хорошо. Скрываем ненужные этапы, смотрим. Стоп. Назад на секундочку. Сейчас с Плиззом будет играть ТГВ. Хавк только начинает против Ритси. Это орк, да, у нас? Посмотрим на Хавка пока что. Да, классно. Классно, классно, классно. Инфернал тот, которого пытались ополченцы запинать. И тут Дредлорд спасительный. Нет, Дэл, Дэл очень хорош. При том, что еще можно исполнение добавить сюда корейской к этой страте. Понимаете? Чтобы слип окружения работали всегда абсолютно. Чтобы там героев не теряли, не втыкали. То есть, при всем уважении у ТГВ, конечно, исполнение пока не корейское. Но страта уже выглядит такой, что прям можно. Можно харасить, можно отбиваться, можно ставить эксп. МК-1. О, интересно, а почему он на Кобальда слетит в первую очередь? Почему молоток именно в него? Ну, почему не на Слоу, например, товарища? Ладно, ему виднее. Багров, есть в Message of the Day ссылочка на трансляцию ВК. Потому что этот турнир проводится... Ну, короче, в первую очередь мы делаем трансляцию на партнерские каналы. Это как стример, а не как Михаил. С YouTube, с GoodGame, с Twitch. Ну, GoodGame-то, понятно, работает. Все остальные с низким приоритетом. Попытка окружить. Ой, криво. Слева, слева! Ну, этот... Сейчас мог окружить, деку спокойно вторым молотком. Ну, Хавк вообще не очень часто, насколько я знаю, играет в НКУ. Орг, который играет за Андеда. Да, надо было окружать. Надо было окружать. Надо сейчас окружать. Это вообще халява. Ну, у леса тем более. У леса, да, темно там, правда. Поехали. Сетка очень не в тему. Сейчас можно было окружить тоже. Пытается помешать поставить базу. Просто обычно ДК не ведет себя так нагло против НКУ. Он держит большую дистанцию. Просто потому, что это все чревато сверху. Так, но уже лучше. Клэп, второй. Клэп, второй. На пару молотков. На пару молотков. И столько было упущенных возможностей для... Хавк, когда с этим играл, то тот его не мог ДЛом окружить, потому что Хавк каждый раз подводил фута. Ну, это защитная, да. Такая штука. Че лагает так. Фризит на твоем хосте. Бедный МК пытается вытанковать. Такого раньше не было. Ну, недавно вышел патч. Сейчас вроде пинг, насколько я вижу, постабильнее. По крайней мере, то, что показывается у Хавка, это... Это для него нормальное значение. Пару дней назад... Там одного рабочего не хватает на экспанзе, к сожалению. Пошел Грейт на Т2. Да, достраивает раба. Ничего себе, наглый. Хотя, как наглый, так тут МК не может ничего сделать нормально. С таким запасом здоровья, это... Очень рискует. Койл. Это пинг такой, что ли? Или он промахнулся на ТП? Он вроде прожал ТП, но после этого получил Койл. What? Кажется, это пинг такой. Хотя пинг пишется 60-70. Не, ну, понятное дело, что Койл его визуально почти убивал. И что он не собирался принимать на грудь этот Койл. То есть, понятное дело, что он готов был телепортироваться. Да и смысла нет этот Койл принимать. Даже если нет риска. Зачем лишнее здоровье-то терять? Но Койл влетел, там оставил вообще Децл ХП. И... Пш-пш. Но мне показалось... Ой, амулет Ману надо брать. Денег нет. Деньги есть. Вроде ХАВЗа тупил. Вроде тыкнул. Ну вот, он точно тыкнул, но попал или не попал. Может быть, он первый что-то не туда тыкнул. Позже нажал. Мне показалось, что он нормально нажал. То есть, естественно, если бы он нажал раньше, то это точно бы помогло. Но даже с тем двойным нажатием, которое он сделал, вроде как он должен был успевать стелепортироваться. Привет, Арчибальдик. Бах. Прекрасный клэп. Потому что Мурлоки сразу офигевает. Бах. Так, ну может, мы, кстати, в игру Плиза зайдем. Они создают как раз. Сейчас я послушаю на заднем фоне. Нет времени выкладывать амулет, к сожалению. Чтобы регенить лучше. Ману. Так, а что взять? Персоналочку, наверное, да? И телепорт. Я насколько помню, он любитель подолбиться на катге. Если вы понимаете, о чем я. Ты говоришь о своем репертуаре. Видишь ли у него кто-то там на чем-то долбится? Я не знаю, как это... Как это так? Как это так? Сейчас, секундочку, извините. Да, пока они там то ли черкают, то ли еще что-то делают. А Хавк доминирует. Молоток минус Акалит. Это минус шахты, кстати. Вообще-то. Это минус шахты просто. Он будет черкать? Я того. А может и нет. Один Акалит пришел. Да, понимаешь, что шахты не убьет. Теряет на этом трех футов. ТГВ против меня играл Эльфами, чтобы не... Понятно. Но он Эльфами играл через кого? Через козла он... Да, бесполезно смотреть Варкрафт Ринф, у него мало игр, это непоказательно. Не Мирор, я буду андэдами. Так. Мирор с Плизм, что? Что у нас осталось? С Плизм, Мирор? Плиз андэдами? Никогда не видел. Наверное, я даже ЛР вычеркну. Конечно, через козла. Блин, он все макрокарты черкает. Вот сволочь. Класс. Вычеркиваете ЛР. Появляется Бладмейдж, надо бы залить, наверное. Турнирная стата тоже непоказательна, потому что там стата складывается из начальных раундов, когда ты играешь с Мобасами. В общем, обратите внимание, что он амулет передал Бладмейджу, чтобы, видимо, не стащил. То есть разница между... Ну, то есть Бладмейдж от этого не выиграл ману, конечно же. Но, с другой стороны, никто не подбежал, этот амулет не стащил, то есть не валялся. Я всего Мироров 10, наверное, сыграл. За эту неделю. А, я думаю, нифига себе, всего 10 Мироров сыграл. Он говорит, за эту неделю. Понятненько. Опять заливают. Но жесткий, если будет. Смотрите. Ну, реально, это мало. Для своей родной расы, конечно, это мало, если ты регулярно играешь. Что думаешь, майки-то как АФФА шире? Ну, блин. Сейчас. Провокация, кто там спрашивает. На ФФА-бате у него было... А, слушайте! Так, погоди. Не исключено, что майкер рестримит меня сейчас. Хорош, Путинельт, хорош. Ну, я вообще не смог ЛС забайтить на Тиренасе, Джонни Кейдж. Неплохая попытка. Но на Тиренасе, этот... Смотрите, хороший момент. Я не прочитал, похоже. Не прочитал. Так, остались ЦХ, ЛР, ТМ... Хавка уже с паладином. МКУ сложновато убить. Сейчас, подождите, я бы сделаю потише. Чёрт, ещё никогда не был так близок провал. Да, там товарищ пошёл на это самое... На Твич. А, наверное, ЦХ всё-таки вычеркнул. Чёрт, а что же делать? Ну, там ему и место, в общем-то. Хавк немножко агрессивно даже сыграл. Вышел в определённый момент из-под вышек. Я не на руках два косаря. Ой, вот это зря. Слайд-шоу, говорит. Ну, это ГГ уже. Клэп. ЦХ, ТМ, ТР. Да, плохой коннект. Минус ДК. Это уже гарантировано. Жалко Ричи. Это ГГ. Давайте попробуем зайти в... Давай-давай. Выиграем. Геймнейм Плиз. Как так получилось, что Плиз... Я могу эльфами, как не мужик, с тобой поиграть. Конечно. Игра, похоже, ещё не появилась. Окей. Оба кликают. Смотри, раз. Один. Второй. Даже непонятно, кто где кликает. Ай, два раза кликнул здесь. О. Давай, я тебе помогу тоже. Помогу сейчас. Давай-давай-давай-давай. Тыкай. Тыкай-тыкай. Можно-можно. Хорош. Извините. Увлекаюсь. Всем добрый вечер, друзья. У нас идёт серия турниров. Играем дома. По варику. 20 тысяч рублей. Призовый фонд. Проводит Федерация Компьютерного Спорта России. Партнёры ВКО, КАМ, ЛРУ. В общем, полный набор. Так, плиз. Розовый пони. Один, наверное, неправильный счёт. Пока что счёт 0-0. 20 тысяч нарыло неплохо. Не нарыло. На три рыло. А что они говорили о Мироре? Дочеркались как-то странно. Плиз, в результате эльф. ТГВ. ТГВ и андет. Лучше бы я, наверное, не слышал этого монолога. Потому что в результате... В результате вот. Ну, ТГВ вообще может ставить эксп. Как бы на ТР-е. ТР-карта для этого неплохая. Конечно, там нейтралы жёсткие. Но если поставить удастся, то довольно близко бегать. И ещё можно играть. И в разводы можно играть. Посмотрим. Правда, опять же, против козла. Без лагеря наёмников на карте. Хотя окружение. Лагеря наёмников и тем, и тем хорош. Даже, наверное, в плюсом больше тому, кто играет против Дредлорда. Но здесь всё равно Дредлорд. Точнее, наоборот. Да. Уже слишком сложная логика. Короче. Если есть лагерь наёмников, то против Дредлорда играть проще. Потому что ты... Можно, конечно, виспайме попробовать как-то задиспелить слип. Или подставлять своих арчей несчастных. Но выгоднее именно оболишь. Потому что он проще в плане микроконтроля. Значительно. Тебе не нужно никого там подводить. Ничем рисковать. Просто если есть мана, ты делаешь оболишь и всё. Одна кнопка, и ты чемпион. А куда эльфы, в общем-то, доль... Что? Долятся. Уудов на базе дверей вроде. Так, сложно, сложно. Я уже не такой внимательный, чтобы... А-а-а! Понятно, понятно, понятно. Если слипать тролляпером покусить... Да его обычно не подставляют вперёд. То есть он держится там, где... То есть бежит дредлорд, встречает козла. Козёл что-то делает. И либо дредлорд что-то делает. И дальше идёт экшен. Е-над с бластером. Сегодня без рестрима на YouTube. Ретрансляция идёт на... ВК... Ну, на каналы, в общем... Федерации компьютерного спорта. Кроме Гудгейма, ещё вот туда. Это основные, собственно. Ссылка есть... В... В... Второй барак. Ой, прочитано вообще. ТГВ... Фейканул великолепно. Просто великолепно. Он делает вид... Что пушит. А на самом деле... Пришёл, увидел, что там... Т1, второй барак, развернулся, ушёл. Вообще идеально. А сам Т2 уже в процессе. Вот на месте флиза я подумал над отменой барака, но уже слишком поздно. Это дорого. Да, и пошёл играть на Т2. Возможно, это минус Магаз. Хорошая, тактическая. Тут и артефакты, и разведка, но рискованные. Рискован, крипас. Крипас. Что такое Message of the Day? Ну, в чатике сверху, видишь, ай, это сообщение дня. Там, как правило, полезная информация. Ссылки там на сеточку, на... На правило, на что-то ещё. То, что появляется у тебя в чате, как только ты заходишь на канал. Ну, или при наведении на Ай. Вон, наверху. Да, здесь был бы пойман на криппинге. Ну, сейчас флиза, кстати, используя то, что его больше и хорошую разведку, он выигрывает много времени. Потому что... Ну, никто в здравом умении будет вот в такой ситуации, когда тебя видит Висп, крипить экспанд. Ну, никто не будет. Потому что, ну, если ты, конечно, сам не знаешь точно, где находится противник, другое дело. Но если он тебя видит, а ты его не видишь, это... Это нечестная игра. Дреддлорд также проигрывает по криппингу колоссально. Фейканул хорошо. Но продолжение достойного не было в ТГВ пока что. Появляются первые гарги. Иноградский, привет! Здравствуй. Сегодня Fast as an Light был. Сейчас вот турнир по Варику смотрим отличный. И мне бы хотелось, если честно, посмотреть игру ТГВ против Хавка. Мне кажется, что сейчас у ТГВ... Ну, он лучше играет, чем на паре прошлых турниров. Оно как... Обычно такое не происходит. Ну, то есть не бывает такое, что ты там на двух турнирах сыграл... Там плохо, а потом хоп, недельку потренировался и скилл уха поперла. Но, возможно, дело в настрое. То есть чаще всего разница в уровне определяется настроем. Там может быть дропом, может какой-то совокупностью факторов. То есть дело не в том, что резко повысился скилл, но... Может, меньше грумпует ТГВ, не знаю. Меньше долг... Не знаю. Так или иначе, сегодня у него получается лучше. Это точно. Криппинг красный очень экстремальный. ТГВ еще не доконтраливает. Терет уже вторую гулю. Но это... Это трындец как опасно. И его ловит еще на криппинге на этом. Пытается он хотя бы Огра забрать. Пайпу взял, пытается уйти, но он не уйдет. Это минус Дредлорд. Нет, почему, почему, почему козел не побежал за ним? Почему минус Дредлорд второй просто легчайший минус Дредлорд? Ох, плиз, плиз, ну ё-моё. Дредлорд это же всегда, ну, чаще всего без телепорта. Тем более он приходил на базу, ты видел его инвентарь. Какого черта? Нет, я не болею против ТГВ, наоборот. Ну просто тут явно упущенная возможность. Такая ошибка, которая может стоить игры. То есть если сейчас ТГВ бы лишился героя, все было бы значительно вообще проще. Ты мог бы криппинг сразу пойти их, его черепах, там все что угодно. Мог бы даже и к нему на базу прийти. Хотя нет, это ошибка была бы. Да. Ну, плиз, конечно, есть экспант, у него все нормально. Он тут идет. Его, правда, харасит. Вот, с гаргами. И плиз не доконтроливает стили фоги, не диспелит виспов. Минус три виспа просто на ровном месте. Плиз, ставит базу. Слип. Сейчас придется продать что-нибудь. Перчатки, например. Нет, или землю. Армию игрока атакуют. Все, персоналочка пошла. Ну, отменять, типа, базу надо. Не, шансы есть, потому что, видите, плиз как-то не очень с... У них равные лимиты, это раз. Хуже героя, конечно же, у ТГВ. У него всего один дредлорд, и тот третьего левела. А там 4-2. Эльф еще классно просто перемещается аовами. Мог бы закрепить, раз уж мимо проходил. И он боится этого зигурата. Это тогда плохо. Он много времени на этом потратить может. Залетают гарги опять харасит. Но... Ну, хотя нет, здесь есть три виспа. Главное их найти. Спокойно минусит зигурат. Продает второй склеп и ставит храм проклятых с бойней вместе. Минус один висп второго там... Ну, два других спрятались, и тут достраивает плиз виспов. Шедра на карте нет. Если играешь в Дриад, особенно против Гарк, то, конечно, могут быть проблемы с лесом. Опа, еще три гарги. Хотелось бы вписаться за эту черепашку, потому что там артефакт. И не такая большая армия здесь. Может быть. Кстати, может быть. Сварм на арчей. Минус арча. И приходят козы. Но козы — это проблема. И уже тут нельзя сражаться. Но минус две... Вот, да есть бы... Да есть бы... Черепаху исполинскую. Опять не доконтраливает. Выпадает большой инвул. Может быть и хорошо, учитывая наличие козла. Постоянную угрозу со стороны. Но у Плиза, во-первых, экспант уже работает. ТГВ пытается отстроить свой, но отстраивает он в очевидном месте. Так что Плиза контролирует ситуацию сейчас. Очень много придется харасить, чтобы нейтрализовать действие двух баз. Дредлорд бегает, старается. Охота на виспов продолжается. Так, ну здесь нужно грейди тогда, не рубочку. Или может даже сразу спиритку, потому что там дриады. Денег нет просто. Просто нет денег. У Плиза есть проблемы, исходя из хараса, видите, ТГВшного. У него почти косари на руках и 100 леса. Вот, это все гарги, это все харас виспов. Ох, подставляется дредлорд. Не хочется ему тратить, конечно, инвул, но выбирая между инвулом и ТП, наверное... Может и ТП отдаст. Да, ТП отдает. Да. Тут не грейжный зигурат. Да, все довольно плохо у ТГВ. Попытка убить некорсами, я не знаю, насколько это реально. Особенно против эльфа, который, если знает, что будет такой однобазовый пуш. Мне кажется, что ТГВ хоть и пробовал на халяву поставить базу, это скорее был уже фейк. С того момента, как он продал склеп второй и пошел в некорсов. Восстанавливает ману, лечение прожимает. Дредлорд очень битый. Ну, а Плиз времени теряет. Сейчас еще получит, скорее всего, третьего алхимика. Лимит 50. Два косаря у Плиз на руках. Два косаря, Карл! Два косаря! Умереть богатым было бы очень плохо. Ну, вот, надо строить хотя бы висповство. Все строить, все строить. Прям... Ну, он не знает, что грядет пуш. Блин, сейчас Плиз может отлететь просто из-за жадности. Две с половиной тысячи. Все, выходит. Некорс сейчас должен сообразить. Не все равно не выходит из лимита. Что за дела? Слип. Ой, только сейчас выходит из лимита. 51 из 60. 51! Три косаря! 58! Он не заказался вовремя. Мунвелов не хватает. Ё-моё, серьезно. Он реально может отлететь сейчас просто на этом все? Нет, ЭГВ выходит не в пуш, а ставить базу. Ну, не знаю. Как раз сейчас у Плиза появляется полторы-две минуты на то, чтобы сделать лимит нормальный. Хотя он идет при этом еще... Хотя подрезает Гаргу. Идет размениваться зря. Зачем сюда Плиз лезет? Ради парочки Гарг? Веспы в атаку. Диспалм. Сплитит. Нерационально. Нерационально виспов тратить своих. Особенно, когда у тебя 150 леса. Ох, неплохо. Маутанджиэнды пошли. СФП, ну ты же знаешь, что трансляции есть на ВК. Ну что ты начинаешь? При тебе же раза три сказал, что в Message of the Day ссылка на ВК. Там можно посмотреть трансляцию, если какие-то проблемы с ГГ. Причем я помню, ты даже отписывался сразу после этого в чате. Армию игрока атакуют. Гарги, тем не менее, умирают постепенно. Появляется первый МГ. МГ, причем без Т3. Соответственно, он от скелетов просто должен ушатываться, уходить очень быстро. Понимает этот ТГВ, что Маутанджиэнт отдутый. А там Дредлорд уже почти пятый. Ё-моё, Дредлорд пятый. И ТГВ, кажется, отбивается на экспанде. У Плиза, блин, до сих пор три косаря почти. Свар на всех виспов сдувает. Но это классика, кстати. Вот такой Дредлорд против Эльфа он брался именно для того, чтобы сдувать в скелетах, ну, при скелетах виспов. И все, и подкормил. Он подкормил Дредлорда. Сейчас придется еще думать, что делать с этим Дредлордом шестого уровня. Кошмар. Какой сегодня странный день. У всех голды на руках немерено. Просто немерено. Он доминирует всю игру. Просто контролит шикарно. Там, тут. Ну, только виспов хреново контролит. Все. На него выходят некорсы. Он не знает, что делать. Причем это же ТГВ. Он, если делает пуши, то это не кровогоновские пуши. Я не знаю, как так. Все. Тут уже Дредлорд наполовину шестой. С маной завались. И самое главное, у него теперь есть экспанд. И контролирует появление третьего экспанда ТГВ. У ТГВ все шансы на победу. Да, здесь нужен Т3. Пли, до сих пор нет виспов. Он шесть виспов заказал. Тут по-хорошему нужны, конечно, еще фейерики. Ну и точку сбора надо делать с виспов. То есть, против этого, да, надо перестраивать виспов, потом точку сбора и виспов постоянно, чтобы на каждых двух виспов он тратил сварм. Еще один сварм шикарный. Сейчас шестой уровень отобьется. Дредлорда пытается убить, у него большой инвул. Трындец. Испы сверху. Диспл. Хороший на этот раз диспл. А, не добил, кстати, не добил. Один диспл не сделал. Парочку юнитов убить и все. Сверху космонавт упадет. Ох, это грязь, друзья. Это грязь. Сварм шестой дредлорд. Пропиваем и инфернал. Бах. Это ГГ. Падает МГ еще во время телепорта. Шикарно. Ну как ТГВ из какой ситуации выруливает просто? Ну то, тут, понимаете, для того, чтобы выиграть из той ситуации, в которой оказался ТГВ, нужно усилие двоих. Причем именно один должен стараться, другой должен ошибаться. И только при совпадении этих факторов все сходится. Появляются шансы. Потому что есть ситуации, когда как ты там не парься, при правильной игре человека уже такое преимущество, что ну не вырулить уже. и часто люди вот пытаются там стражаются до конца именно ожидая ошибок. Именно ожидая вот понимают, что шансов уже слишком мало, но продолжают играть, ожидая, что противник ошибется. И вот получилось, ошибся. Причем даже не просто ошибся, а на ошибался. Например, вот инфернала сейчас вот серьезно, его сейчас уже почти ничем не убьешь. То есть нужно что-то более серьезное, чтобы с инферналом справиться. Либо преимущество по лимиту хорошее. Но дредлорда сейчас можно потерять, да, тоже. Нужны инволы дредлорда. Все, инфернал так вытанковывает просто шикарно. Сейчас просто собирается тгв эту третью базу обрушить. Его вполне устраивает игра от 2 в 2. Плиза вот как раз нет, и он строит дополнительную уже четвертую базу. Самая большая проблема Плиза это в том, что у него денег было всегда, на руках очень много. Всегда. Наличие трех косарей на руках это... О, телепорт на телепорт. Это боялся сварма, а тгв непонятно чего боялся. Ну, минус эксп, так что все ок. Много эксп из инфернала дают. Ну, много, но я не помню какая точно цифра, но не сопоставимо по отношению к степени угрозы его. То есть за него дают на вскидку где-то как, не знаю, там за медведя, может чуть больше. Но я не помню точно, если честно, сколько за него дают. Но даже если за него дают как за двух медведей, все равно это мало. Для юнита, который ультимативный раз в три минуты появляется и может просто заставить человека стелепортироваться. Там кому-то звонят друзья, надо срочно, срочно. Все, спасибо, что открыли. Рально, раны эльфы спишут, что выше у него лимит и герой норм. Так в том-то и дело, что не лимит в МГ, у него по сути армии нет. и у ТГВ, у ТГВ вот лимит. ТГВ лимит. Все. Вот чем, чем это убивать? Сейчас будет вечный кайт. Огромное количество трупов. И финалочкой будет, скорее всего, падение инфернала сверху. второго. Вот два новых виспа. И инфернал. Как-то он аккуратненько его кинул. Главное, не хочет пустить виспов к этим, к некрасам. Еще минус два виспа. Ну все. Как бы сейчас задавит. Транквило, но она тут не нужна особо. Ну то есть она поможет, но не настолько, чтобы... И он не сможет отбиться от этой атаки. Сейчас еще скелеты. Ой, сколько виспов! Ох! Минус шесть виспов. Просто одним взмахом руки. Красиво. Ну что, раны эльфа списываем? Да. Ух! Восьмой дредлорд. Шесть виспов убил. Да, с Пайпой, конечно, повезло. Пайпа это топовый артефакт для такой армии. Архмаговская аура еще помогает. Но она не... Вот Пайпа, по сути, она дает половину эффекта от обсидиановой статуи. Половинку эффекта обсидианки. Даже, кажется, чуть меньше. То есть обсидианка дает между вторым и третьим уровнем архмаговской ауры. А Пайпа дает первый уровень ауры. Так что... Да, я помню классика. По сути, мои знания, что делать эльфам против фандеда, это как раз опыт игры против чуть ли не единственного человека, который несколько лет подряд играл через дредлорда и некрасов против эльфов. Ну, вообще, против многих, но именно через дредлорда, а не через деку, он играл против эльфов. Ну, понятное дело, там виспы. Вот, поэтому, да, помню, конечно, классика. Классик хорош. Химеры вылетают. Это неожиданный поворот. Теперь опять вспоминаем про три косаря, которые были. Можно было это сделать значительно раньше, если бы не было проблем с лесом. Слип, слип. Ну, химеры, на самом деле, не особо контрят, потому что там рейнджовые есть. Надо все вкупе, чтобы и феррик висел, и виспы с разных сторон бежали, и жилак на героя, не алхимик, какого-то более полезного, типа Пандорийского, прокачать к этому моменту. Ну, и самая, повторюсь, большая проблема. Это, это виспы. То, что ему не хватило леса, то, что у него был излишек по золоту. То есть, все делает Плиз нормально, разведку, ставит базу, все хорошо, агрессивно играет, загоняет. Ну, вспомните ситуацию. Дредлорд, второй убегающий. Вот это вот, это, наверное, был пик преимущества Плиза, которым, кстати, он еще не, не то, что меня использовался, он мог еще и усугубить. 2.1 Дредлорд с красной точки, убегающий от четвертого козла и от второго алхимика. Его просто отпустили домой, он был краснючий, одна прикопка, до свидания. Вот. Вот в тот момент все было прекрасно. Был экспант, были топовые герои, было больше лимита. Что нужно сделать? Во-первых, блин, вспомнить, что надо делать разведку и понять, что противник может сыграть в гарк и попытаться затянуть игру. Сразу настроить, блин, загодя, виспов, миллион, поставить протектор, тем более, это Тартл-Рок. Ты делаешь протектор на этом пятачке на выходе с базы, у вас там деревья специальные против гарк растут. Вот это вот топовые деревья, потому что гаргам, чтобы проникнуть к этим виспам, которые на деревьях висят, нужно просто пролететь мимо всех протекторов, потом улететь от них. Это не просто деревья, которые там, за них залетаешь, нихрена не видно. Да, кто-то может сказать, там дредлорд, но на тот момент дредлорд был второго уровня, он этим виспам бы ничего не сделал бы. Настроить виспов, увидеть, что там гарги, и все, и не было бы проблем. Дальше доминируешь, тратить деньги, куда хочешь, что хочешь делай, пожалуйста, блин. Главное, чтобы не было трех косарей на руках. Три, блин, косаря, три косаря. Но ТГВ хорош. Опять же, возвращаемся к тому, что да, ты ошибаешься, все ошибаются, с разной степенью тяжести, и с разной частотой, но ошибки так или иначе есть у всех. Но, он не ливнул, не ливнул, не сдался и продолжил играть. Симба пауэртачем. Пишет, не забывай про свой сайт. Не понимаю тебя. Так, давайте счет 1-0. Давайте пока посмотрим, как дела у Хавка, если он играет. А, он смотрит как раз, он смотрит как раз этот же матч. Окей, бывает. но игра, конечно, очень напряженная была прошла. Неоднозначная, вроде как все понятно, а потом, потом раз, 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 и, и на экспант вышел, не продавил, и откормил, и 6-й появился, и уже так постепенно, постепенно, постепенно все в сторону. Как лучше все играть против гарг эльфов? Во-первых, ты узнаешь, что там гарги, для начала. Желательно это узнать вот до того, как они уже начинают себе виспов на базе убивать, а сделать разведку на Т2, посмотреть, второй склеп есть или нет второго склепа. Если есть второй склеп, то это, ну, либо тебя рашили с двух склепов, и гарг не будет, но чаще всего, даже если тебя рашит с двух склепов, выходит Т2, и с этих двух же делают гарг. Короче, если там нет Слутерхаус, если там нет Т3, если там второй склеп делается во время грейда или он готов к Т2, то это гарги. Сразу достраиваешь немножко с запасом виспов, потому что они тебе дороже потом обойдутся. Можно взять алхимика в качестве второго героя. Кстати, Плиз взял алхимика не против гарг, он взял его просто по вслепую. А так алхимика хорош тем, что он, в принципе, стреляет по воздуху без арбы. Есть у него осидка, которая тоже больно бьется против гарг. Тут же тыкаешь себе протектор на базе, желательно таким образом, чтобы он прикрывал виспов, и желательно все равно не держать всех виспов в одной корзине, сплетануть их по разным углам карты, чтобы и разведка у тебя была, и гаргам было сложнее их там разом поубивать. Против гарг, как правило, ты сразу можешь спокойно ставить эксп, если умеешь нормально от них обвиваться, потому что гарги, это они тебя не убьют. То есть, бывают, конечно, продолжения после хараса с гаргами там на лимите 40, на лимите 50 с фастфренди соло-героем пропушить, но там опять же можно от этого отбиться, если ты нормально от гарг отбиваешься, у тебя все равно под этот момент есть преимущество. Если уж совсем плохо все, ставишь протектор и на экспанде, и ждешь просто человека, когда он придет отдаваться с пушем. Но так, в принципе, огромное количество матчей, огромное количество материала, как против гарг можно играть. Город в осаде. И все. Ну, как бы я не все рассказал. Там, ты, по сути, получаешь возможность от них отбиться, но тебя же надо еще человека убить, в конце концов. Ну, убивать по старинке, наверное, в зависимости от того, что хочется. Можно через лорницы, в общем-то. Стандартнее через лорницы обычно. Через рядок, медведев, гигантов так же. Плиста пострати, по юнитам, дело все нормально. Просто проблема именно была в том, что его слишком сильно захарасили. Потому что 3000 голды в момент конвертнуть можно в среднем в 30 боевого лимита. О, нет, не в 30, что я говорю. Сколько у нас получается? У нас в 60 лимита. Ну, конечно, там сапплай и прочее. В смысле, надо еще мунвеллы подстроить, деньги потратить. Но в среднем лимит-то по чем получается? Лимит семерка где-то, да? Ну, короче, плюс 30, плюс 40 боевого лимита ты точно эти три косаря можешь сделать нормального с грейдами, там, что хочешь. Вот, а учитывая, что там боевой лимит в определенный момент у ТГВ был один битый дредлорд, пять гар, которые харасили, и все, ну, и планы построить некрасов, то... Ну, в этим и хороши, на самом деле, варкрафт. Вариативность и борьба, борьба есть. Так, не обратил я внимания на то, что опять ТГВ через ДК играет. Пошел эксп. Такое впечатление, что он опять будет... Да, вот, кстати, когда можно делать разведку. ТГВ как будто понял, что гарги это слабое место приза, хотя, блин, это не так. Приз в свое время играл против гарг очень много. Не наступай, кстати. Акалит? Что это такое? Он построился под гарг, но пошел поставить экспанд. Видимо, из-за того, что увидел вражеское дерево и понял, что сейчас можно воспользоваться возможностью. там кипер, между прочим. Кипер с алхимиком. Какая-то странная просветка была, если честно. Не, ну здесь плюс, конечно, просто контрит на корню все, что происходит. и зигурат не поставить. Просто шикарно подстроился. Что, гарги? Гарги. Армию игрока атакую. Иг... Ой! Вот, в прошлый раз у ТГВ было плохое начало, сейчас еще хуже. О! Плиз, достраивать виспов. Сразу древо ветров. Это, кстати, хорошая тема, особенно, если ты сильно впереди. Я абсолютно уверен, что там будут гарги. Тем более, здесь есть же фонтаны. И можно гипосов использовать, в том числе, для того, чтобы быстро прокрепить дракона. Не, вообще, Плиз, прочитал. Просто, просто прочитал. Здесь минус телепорт. Сразу пассивная игра экспанд. Пошел проверил. И все, гипосы пошли. Талоны? Да ладно. Да ладно, зачем? Ну, видимо, просто хочет пропушить его, думая, что ТГВ будет улынить. Ну, в смысле, улынить с этим экспандом. То есть, будет до последнего его ставить. Но, ТГВ видит, какая куча идет? Я думаю, что не будет околит поспешных выводов делать. У нее леса нет для поспешных выводов. А может, это просто один талон, а потом гипосы? Да. Вот это более правильный вариант, чем было предложено, чем я предположил в самом начале, а потом второй раз тоже. То есть, один талон к такой армии, он просто сам по себе, как человек, полезен. он, во-первых, в связке работает с алхимиком, с осидочкой, во-вторых, учитывая дома корчей и их количество, тоже заходит очень хорошо. Просто выходит ДК, получает прикопку, получает осидку, получает фэрифайр и пару залпов арчей. Все, ему уже очень плохо. Да, разведку, ставить сюда сразу вард. Шикарно. А дальше в гипосов выходить. Хотя хочется нычку, конечно, поставить. Новый нависпо. Гиппогриф арчерки пошли. А, хорошая тема. Очень хорошая тема. ДПС у гипп арчей, конечно, повыше, чем у арчей. И в любой момент ты можешь скинуть их с гиппосов и спокойно принять вражеский гарк. 36 лимита на 48. У УТГВ сейчас две задачи. Первое, что-то сделать с вражеским экспом. Второе, еще желательно закрепить фонтан. Да, но он выбирает более правильный криппинг Огроса. Командир Огров останавливает еще его новый, для того, чтобы уменьшить шансы навстречу с эльфом. Но эльфа нет. Повезло. Выпадает ловкость ему. Ну вот у Плиза сейчас хорошая ситуация. Во-первых, он нет проблем с лесом. Ну, возможно, нет проблем с лесом, потому что гарк не было, хараса нормального от гарк не было. И выбрана была стратегия, которая меньше требует леса. Но почему-то у него гиппосов маловато. Он перестал их строить, это, возможно, ошибка. Его могут сажать просто сейчас. Трех этих гиппогриф несчастных. Хотя, чем сжирать? Ну, гарками жирать? Двумя гулями и гарками? Не-не-нет. Тут даже тут просорчей много и уровень героев высокий. надо, по сути, взять свиток только плизом, а лучше два, если есть деньги. А сейчас деньги должны появляться как раз за счет экспанды. ТГВ пытается отвлечь внимание от своего экспанда путем атаки на вражеский. Ну, плиз покупает телепорт, покупает свиток, отменяет шахту и сейчас может вообще а там есть телепорт. Сейчас ТП на ТП скорее всего будет. А, он даже не хочет, он лезет вперед, он будет убивать акалитов. Ну, вообще, да, если с добычей у тебя едет. Да, классно. Минус один акалит. Минус гиппогриф рейдер, к сожалению. И доконтролен немножечко. Катку Дне Трона тут смотрел против Андейда, он в дракончик катал, проиграл, но интересно было понаблюдение директоранной стратой. Он-то, видимо, давно не смотрел за этим варкафтом или за этим мэтчапом, в частности, потому что против Андейда очень часто ферриков играют, особенно после того появился кипер. Это какое-то время вообще мета была. Ну, то есть так же кипер где-то пять арчей, выход в два древа войны, ветров точнее, параллельно ставится экспан, достраиваются гиппосы, все арчи на гиппосов, потом появляются феррики, и ты готовишься к таймингу пушу андедовскому на твой эксп. у тебя при стандартной игре где-то плюс десять лимита получается, и... Ой, ну, плиз, блин, чего ж ты кормишь-то, ёпрысоте? Как же, ну вот как опять, как, как, как? А зачем Т3, кстати, нам? Меткость, что ли, Арчей? Мы делаем Т3 ради Арчея? Серьезно? Сейчас вангую опять у Плиза проблемы с реализацией денег. Грейт на атаку, Арчам сейчас в Хантерс Холли пойдет. Меткости нет. Что происходит вообще? Только не говори, что это лорница. Зачем? Я не понимаю. Ладно, допустим, для медведя, для рыка. Меткость пошла. Грейт на атаку пошел. Так? Не, может быть, это медведь. Гиганты. Не, гиганты, конечно, тоже хорошо, просто нужен ли здесь был вообще-то Т3 для того, чтобы... Ну, хотя, наверное, да, нужен. Там базы пока нет, не обязательно ломиться. У Арчей есть меткость. Талон делается. Нет, я в свое время за Арчей и Талонов бы, конечно, убил бы. Ну, в хорошем смысле слова. Минус 2 Арчи. Я не понимаю, рейнджерка зачем здесь тоже в этой теме. Против масгарка, рейнджерка. Ну, явно она берется не против армии, а против героев. Просто у обоих НВУЛа, у козла и у дыки. Цветы кличения, но козел как бы тут умирает. Я думаю, сало не кинул зачем тебе рейнджерка? Где сало? Ну, кинь сало. Уже не в кого кидать было сало. Гаргу не добил. Две красные гарги. Не, но все равно, если у тебя есть экспант, можно, можно играть. Можно играть. Нормально. Главное, опять же, деньги тратить и продолжать давление. Да, тут медведь для Ройка делается, а не МГ. пока что. Возможно, потом появится МГ, но... На гарг вообще не обращаем внимания. Главное, вот эти вот, все вот это вот убить. Хорошая минус гарга. Вторая говорит на атаку, наверное, да? Да, вторая говорит на атаку. Нет, Арчи, конечно, там конский урон наносит, опять же. из-за второй оситки, из-за... Мне кажется, здесь вообще Патма была бы лучше. Ой, Лич, 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 Сайленс, прикапывай его. Смотрите, как уходит Лич. Нет Лича. Как он там оказался? ТГВ, наверное, горит просто. Сейчас, подождите. Ну, давай, родной. Поздно загрузился. Капец, обидный луз. Обидный луз. Играет, но тащит на имбок от Ге. Армию игрока. Легко же, на самом деле, что на этой псратой карте делать. Ну, там такой, мог, пол, был. Да, давайте, пожалуй, досмотрим ЗТГВ. Возможно, не упустим моментов каких-то. Сейчас там Лич выйдет по таймингу, да? А, нет, это старая информация. Да, просто Гапша стоит эльфийская и стреляет. ГГ, пишем, выходим. Так, а толку задержку, если и Майкер стримит, и все стримят, ну? Так, а чего задержка? Где тут подозрительные вещи? Все же нормально. Разведку делает он. Кто там за задержку? А, свеча. Поставь задержку пару минут, пожалуйста. Вот то, что Некс пернулся, когда ДКу наверх отогнал, и даже глаз там не поставил, это Року, надо чекнуть, где он его поставил вообще. Поставил прямо на экспанде, блин. Что за... Еще бы близок, сейчас в мапхаке подозревательный. Вон, разведка на экспанде, все приходит четко. Почему он тут глаз не кинул? Потому что не успел, сейчас он вернется. Возвращается к отгому, даже не ставит глаз. Просто, ну типа... Сейчас вернется, поставит, он отвлекся. Нет, не сейчас, раньше. Уже вернулся. Это уже второй раз. Первый раз он меня к отгому отогнал. Он даже глаз тут не поставил. Найс. Теперь поставил. Найс. Так, заходим. Что-то мелкач немножко... немножко неправ. Так, поехали. 1-1. Но низины, наверное, все-таки... Хотя, черт его знает. Вообще, это... кто лучше умеет макро играть, это молодец на ТМе. Да на нервах просто все. Единственное... Ну, понятно, если там ты проигрываешь, то там не всегда объективен. вообще, к судям надо обращаться в случае каких-то подозрений, вот, а не кричать в чате, что кто-то там стримопалит. линжище на кону, так, на нервах. Вообще, да, сейчас же доступ в полуфинал идет. Полуфинал это почти гарантия топ-3. Ну, то есть, там три человека из четырех уже в призах. О, там днищий Артурчик ждет. А здесь агент со странником за место с хавком. О, очень агрессивно плиз стартует. Ну, ему повезло на респы, на самом деле. очень сильно повезло на респы. Даже без разведки это делает. Просто берет и ставит на верочку. Это таов. Давайте музыку включим. Друзья, всем добрый вечер. Сегодня у нас турнир серии «Играем дома» по варику. Живак говорит «А мне больше нравится страта ТГВ, а не стандарт катает». Многим так. Мне тоже больше это импонирует, когда идет не стандарт. Потому что это интереснее, чем дефолт. Я старался сам придумывать, а не играть. Особенно какие-нибудь мироры одинаковые абсолютно. видишь, мастер вздохнул Майкер подумал «Зачем ты мне про FTL напомнил? Ё-моё! Не будет у нас сегодня FTL-а точно, потому что турнир закончится поздно». Увы. Увы никак. Выходит и не угадывает вообще. Выходит с гулями, выходит с декой, но не видит вообще, где находится Плиз. Плиз спокойнейшим образом крепит шахту просто. Он там сгорит. Нет, друзья, я пойду лучше тгв слушать, потому что там просто должен быть хаос. Просто хаос. хаос. Всё, теперь он должен был понять по второму бараку. Вообще не хочет на скил играть, а? И эксп сразу закладывает и хрен ты что сделаешь? Угу. Как гидаунский, просто ненавижу его, ненавижу. Блин, такая жесть сейчас начинается. Чёрт. Ай. Попытался добить, чуть-чуть не получилось. Ну, реально, это халява эльфийская. То есть, если ты на старте вот так на халяву получаешь второй уровень, то ты просто царь. Ты на низинах можешь спокойно ставить эксп, ты можешь спокойно ставить барак. Да, да, Не, вообще, он поставил сначала барак, потом эксп, поэтому это не такая большая халява. Так что на скелетах... Не, почему? Если у него нет... А, нет, есть у него здесь. Он отменит, кстати, экспант, из-за того, что порядок был не тот. Отмена это уже хорошо. Ну, как бы, да, на месте плиза надо было... Такой вообще дерзкий. Блин. Да невозможно просто без психологической какой-то защиты играть долго в Соленово. Это же нереально. просто тебя... В среднем тебя через катку убивают. Вот. Катку ты молодец, а через катку тебе нужно что-нибудь, чтобы, ну, как-то пережить эту моральную травму. Это же сложно, блин, играть в ладер. Реально сложно для нервов. Это тебе не дотка, где ты чемпион, а у тебя четыре коллеги в тимы. Если что, как бы, есть виноватый. тут, конечно, можно повлиять, поговорить, что вот андеды, слабая раса, вот он кодг, вот он пинг, но, как бы, ну, это отмена экспанды, непонятно зачем, правда, учитывая то, что у тебя тут и трупов нет, и плиз, зашибся здесь. Ну вот, но в целом сложно, в общем. чисто по морали сложно. Так, хорошо. Пинг соточка еще. И вроде кликает не очень много, да, АПМ 250. Персоналочка. Так, что делать? Экспанд? Ну да, наверное. Нет, я переключусь все-таки. Сейчас уже ТГВ подуспокоился. Возвращаемся в игру. Музыка, звук, поехали. Бодренько так снова и охлаждает. Клича подставляет под койл, классно. Ну, в результате два раза плиз отменил базу. Один раз, когда должен был, второй раз, непонятно, испугался, не испугался Деки и одного Акалита. Вот. В результате не так, чтобы уж и серьезное преимущество у него по экспанду. Дима вторым героем. Оу-у-у-у-у-у-у-у. Вообще нелогично. Думаю, что там не будет гарк. Но Дима против гарк это такой не очень герой. Да, когда Т3 бла-бла-бла-бла, там арба все дела. Может, ставнул и отбился. Но тут, судя по всему, плиз будет такую же тему делать. Талон, пару дроздов, а потом пауза и в т3 ё-моё для выкупает новый нет маны нет ну тут сложновато димку окружают плащиком и передать можно кстати плащик передать хорошей темы плащик передать неплохая тема можно спрятаться и плащик передать можно а он просто убивает ли чем ну и теряет правда дима но в целом неплохо весьма дк еле живой прикопка есть урона не хватит или хватит прикопка 2 могло хватить гули отдаются хорошо блочит арчой плиз проверка на x вот с этими зигуратами конечно сложновато будет что-то делать арчами талонами они стоят правда под подрывника но ни один подрывник не за это ну ни одна мастерская не зачищена убивает околитов заказывает новых вынуждены хорошо харасит вот это выигрыш по времени отличный дима берется в такой ситуации наверное для того чтобы нейтрализовывать лейтовый героев андедовский наверное спасибо дима арба и 3 патма как-то так хотят нелогично обычно если уверены что играешь против гарк ты берешь либо алхимика либо панду и панда полезнее против тех же самых зигуратов для штурма проходили это уже ладно нет вариативность тоже хорошо ведь вторым героем demon hunter он с точно был взят с каким-то умыслом так гипосы это 3 ну понятно да та же самая тема одеяние магом желательно конечно при за сейчас выделить средства и и взять телепорт может быть даже имеет смысл ему проскочить на мастерскую закрепить мастерскую взять подрывника и уже вот сюда вот ворваться на самом деле стоимость даже одного вот такой вот башни духов она больше чем подрывника понимаете вы ставите там зигурат за 150 сколько там он 150 45 или 150 50 потом еще где-то 130 голды и только тратите на ну не рубка 100 на 20 а спиритка еще подороже там 130 на 40 что ли инсту 30 на 30 как-то так что подрывник за 225 100 он как бы молодец но вот сейчас будет ломиться все-таки арчами ломиться это плохо это плохо потому что гиппогрифы тем более видите если была панда одно дело но с димкой хотя может провокации просто моноберн лич надо скидывать 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 цветок лечения скидывать скидывать все гипосы начинают грызть хотя бы как-то гарк но лучше чем да окей блин вот мне кажется что момент с этими с подрывниками был бы лучше конечно сейчас уже немножко упущен потому что андет рядышком и дроники просто не добегут из-за наличия койла грамотно дгв этот контролирует гиппеса нет близ тут не это не не про не пробьет более того тут размена у него будет минус главный гарк вот не отдавать как он давал и все персоналчик пошла сразу же а леча там ли это минус лич между прочим хотя нет дк за маной уличаясь бутылка лич третий скелет сажать нет уже толку нет мана есть снова есть скелет сажал просветку сделал и подходить только димкой в смысле декой блин как ну ты гв молодец вполне реально еще шансы на на комбычную я бы даже сказал что у него сейчас больше шансов потому что потому что были слиты арчи были слиты гиппогрифы один из плюсов в этой всей темы это крит масса то есть тебя должно быть ну ты не должен этих мелкая мелких юнитов терять по-хорошему если бы не пушит подождать более удачного момента либо либо не терять да он идет ставить явно третью базу сейчас просто два в два с андедом играть там-то он просто контролил вражескую базу не давал ему поставить ее раз за разом почему помните там эти затраты зигурат 1 2 отмена шахты отмена шахты а сейчас все экспант стоит свиньи пасутся дерево растет экспант стоит и сейчас уже дело за тгв он кстати может даже третью поставить на об светонул где светонул светонул т3 увидел что влево ушли кстати это могло натолкнуть его на мысли о том что эльф собирается ставить эксп 52 лимита на 50 мистер энд было бы неплохо если теме на форуме ты этот отзыв поставил если возможно какая стадия турнира это последний матч еще 1 4 финала грядут полуфинала кольцо защиты но на такой стадии конечно она уже не так решает а тайминговый подпуш ну лимит отличные свитка лечения не вижу у тгв что за подпуш без свитка он видит что база делается слева не видит телепорта не сразу видел тп то есть нычка отменяется легко просто на обратном пути заходишь и отменяешь до хорошая нова в талоны все мурыжить просто мурыжить сейчас надо при за что-то думать он такую же тему делает он медведь играет на атаку и неужели рейнджер к опять возьмет третьим героем гарги пошли харасить и ни одного протектора нет ну понятно что он не рассчитывал что ему придется защищаться но вот минус гарга там одна гарга краснучие было и тут же забрали подрезается тем временем талон попытка окружить козла серьезно опасно дима хорошо здесь показывает себя у нее есть время для того чтобы выжигать ману персональный но очень странный персональный сын то будет минус тп пошел телепорт и тгв ставит еще третью базу ну дичь гарги в то время харасит но фиксируем количество леса у плиза и и предрекаем большое количество проблем из-за того что виспов по карте нет да это но нет подождите есть у него вот здесь вот надо протектор очень чем-то похоже это этот кусочек леса на тартал роковский то есть для того чтобы залететь сюда нужно примут там он еще поменьше еще повыгоднее и ставишь протектор и гаргам чтобы подлететь нужно вот с этой стороны только разве что удобно в на на тари там кусочек совсем маленький лес где-то такое количество гарг что они могут уже игнорировать этот протектор соколь нет соколь не играл соколь то ли забыл то ли не стал не знаю короче сейчас игра переходит просто в лапы тгв город в осаде хоть и кажется что его пушит на самом деле у нее все прекрасно харассит у него три базы раньше чем у эльфа будет кстати рык great на атаку точность и 2 great на атаку делается пробует продавить пробует продавить козла сразу кормит дима не успевает сделать берн появляется риджуф уже получше 400 хитов гарги отменяет x просто на обратном пути нужен берн был еще один но видимо был в кд отличная нова не хватает надо медведя еще заказывать для этого для а не хватает supply блок у нас леча подрезает на тгв может доиграться если будет вот так сражаться без а минус димка это как раз выходил лич и делал новую демон хантера не продавить это к сожалению это надо было либо определенный момент взрывать подрывниками вполне реально без двух зигуратов было его за задавить либо повторюсь не лезть чтобы не сливать лимит блин тгв такой аркадник блин 8 хитов лич может потеряться ну да вот так так вы тоже вот вот как он здесь оказался вообще зачем он здесь оказался у тебя база тебя вышки куда полез непонятно гарги не прилетели он двумя героями чемпионит ну и здесь тоже видите по могут как кстати гаргу это напоследок там такой тролль злой 50 персингового урона можно спокойно идти в бейс трейд можно спокойно там отдавать по крайней мере некрополь пусть он до выше хотя бы дойдет там еще димку выкупили в таверне ну и тгв идет уже сейчас отвлекать врага да и телепорт очень правильно это плиза бы могло устроить если бы если бы не третья база о которой только-только вспоминаю час опять-то гвс таразу ставят защиту и заказывает туда колитов хотя шахта достроилась очень давно виспы и отдается на на гаргах улетает и разводить 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 гради дегу и зигурат от меня третью базу все все что нужно хорош койл димка появляется с арбой может отгонять теперь лимита тгв поменьше но наверное он там сейчас инвестирует во что-то даты 3 вермы вермы странный выбор кстати по против такого микса я не знаю что против такого микса сделать третий герой как полезно типа жука хотя все равно он контрится демон хантером а бомбы с болезнью на бомбы тоже хорошо улетают от тех же самых арчей с талонами минус лич просто что делать тгв он занят он пытается убить базу возможно продажа лича понимаешь не убьет сейчас еще много потерь будет между прочим минус 2 гули не так уж и много и и наконец плиз узнает об экспанде врага внизу там минус косарик уже гулить фрэнзи работ не будет против такого микса уже нет к сожалению гульки фрэнзи гулей он хорош при каком-нибудь тайминге на стадии когда еще не очень большие лимиты они пока добегут развалятся нам там нужна либо какая-то поддержка либо какое-то забегание хитрое либо ну там опять же импейл но есть выгоднее то есть тот же самый об он который просто окажется где-нибудь там и повоняет уже очень сильно испортит жизнь арчам и талону ну почему вирм дестер и полторы пачки гулей и арчей ну полторы пачки гулей в арчей тут еще проблема у плизо в том что у него нет нормального контроля в плане то есть у нее не панды нет против массы не алхимика нет ну хоть какой-то там массовый дебафф и урон поэтому может быть и действительно зайдут гульки что у димы просто глаза разбегаться будут когда он будет видеть бегущую на него пачку гулей опять же нужно добежать добежать это желательно чтобы пару секунд было у гулей тем временем минусится базы но во первых мейн закончился здесь ставится 3 то есть это скорее плюсовый размен хотя черт его знает ты ходил бы некрасов скелетов арчи заводите же вот я подумал о некрасах но на самом деле может быть и арчи с талонами не такой плохой вариант против некровагонов то есть они по крайней мере если есть кому там потанковать хотя бы немножко они довольно шустро скелетов ушатывают у скелетов дпс хорошая жизни немного там 180 что ли они уходят довольно быстро вот если не появится трупы в арчах то все ок а трупы в арчах могут легко появиться учитывая четвертого леча но вот вагоны с болезнью тоже неплохая тема наверное но они не знаю в общем не знаю сейчас пока плиза тупо больше и ну а у тгв просто ситуация по экономике все равно лучше плиза тем более часть войска разделена он боится хараса гарк тгв просто лучше оп стого что у нас тут лич минус да минус немножко пожадничал тгв четвертого леча ну лич у него расходник судя по всему почти что в кипер оконтрить нечем вот это кстати правильная тема потому что кипер в таком миксе шестой он мега полезный но миг сам по себе видите не маневренный именно поэтому на низинах забивали играть в арчей ну потому что насколько можно там ну либо от отриспа конечно зависит но чаще играли все-таки в друадок потому что они хотя бы сохраняют свою мобильность рейнджерку и все и салона транквилу транквилу у тебя не только во время боя идет она в принципе полезная то есть она там кд же 45 секунд вроде транквилы или там 60 секунд довольно быстро откатывается и и ты берешь третьего героя для того чтобы просто законтрить частичный ультимейт врага и рейнджерка первого уровня довольно быстро будет отлетать в принципе сама по себе ну потому что она заходит в в игру где уже там 70 лимита эльфа с грейдами рейнджовую причем лимита эльфа там три грейда на атаку арчей представляете что они будут делать с любым кто будет там в пределах видимости с одной целью сейчас я попробую кое-что сделать динамически по пониже битрейт но это же варкрафт мы можем себе позволить такую поехали поехали продолжаем если что помните есть три стрима можно посмотреть в вк например да ты говори не хочет конечно сражаться его можно понять но призм слишком медленно слишком медленно убивает базы слишком медленно тгв успевает поставить по 2 2 базы еще при этом харасит вражескую лич вернулся минус виспы тп опять скорее всего пары гарк заплатит за этот телепорт одним дестройером окей что в результате фли за 54 боевого лимита 48 там по экономике все плохо у плиза одна база кое-как добывает мейн перекопался у тгв все еще работает но мало ресурсов осталось на верхней базе ну и энты делают кстати довольно хорошо харасит блин может быть и справится плиз кстати шестой кипер пятый дх кидается в димку у димки амулетов спал щилд ой зря здесь сражается тгв кажется поплыл он же отдается здесь просто пятый дима и став койл минус дима а может на это и расчет был на то что став не сработает личин вул минус мишка минус обсидианка минус гарга и минус этот вирм здоровый да но пятый дима конечно улетел но в целом потери конечно были жестче безусловно у тгв дима воскресили в таверне попытка убить базу но база такая здоровая просто просто прекрасная база и и все экономика уже упли за лучшим у них почти одновременно закончится родные экспэншен как думаешь почему тгв не пытается на острова гаргами лезть это надо было сделать раньше да это точно надо было сделать раньше и сейчас пошел ну такое бывает когда игра контактная когда постоянно движуха идет а так это почти не контриться при правильной разведке ну без воздуха нормального без гипсов продавать надо срочно продажа продажа все у тгв работает только один экс атаку здесь можно получить и нужно получать 5 леча что вот дк влезет вперед скажите мне уволит деку своего уводи ты уводи хотя он вроде и так получит ну уведи уведи да что пятый леч пятый пятый леч пятый леч пятый леч нет пятого леча ну сейчас кстати на виспе может получить сколько там не хватает да и остров может помочь потому что чтобы такую гапшу перекинуть на остров нужно постараться кстати сейчас мы мы спалили артефакт возможно стоило его скинуть что у нас есть остров нова ну минус все виспы класс почему не делила телепорт please ставит лакс говорит плаза пауза какие напряжные игры ва а нет что а а а блин как я люблю warcraft новый мы уже несколько раз видели такую хрень и здесь играет тгв да мы сыграем чел что плохо я тут играл конечно да да это диск почему именно после паузы такое бывает что сейчас сейчас прикиньте переигровка еще назначит я не знаю что там как там лучше поступить это уже судьи решат я посмотрю пожалуй на хавка хавк там как живет а ты судья не я не судья блин хавк там ведет неравный бой с рейнджеркой пытается вылечить своих рабочих которых там спиритом венженс постоянно метелят минус алтарь ой варден врывается седьмая варден с полной маной ай нанэ нанэ как же нужно париться чтобы с варькой спортироваться справиться просто там коня она влетает делать ножи улетает да шредер потому что леса нет ну вот чувствуется что у хавка с одной стороны апм типа по цифрам меньше но кликает он конечно гораздо бодрее просто скорость перемещения курсора выше чем смотрели сейчас только у тгв есть мнение что это смурф чей это говорит странник ой смах говорит артурчик шадай а ведьмаки могут стащить аватарку миссии не она не уязвимы они не уязвимы а им и вообще по барабану на все вот реально у них абсолютно пофиг им просто пофиг они не диспелятся не станется не развеиваются ничего они не делают ну в смысле ничего с ними не сделать так бладмейдж передает стафф ну лимит хороший на самом деле да пока не появился аватар венженс все было довольно неплохо на мой взгляд потом присты первые трупы ну ну алхимик конечно хорошо вытаскивает восьмой о восьмой восьмая рейнджер это барденка стоп а где а где ватар оф эндженс не понял он же вызвал ее на старте или нет мне показалось что вызвал видимо не вызвал варя пытается свалить ну вроде как окружили убили я вообще не туда смотрю сари но это косяк что кони затоптали убили сразу же это косяк это большой косяк я подустал уже стримить сегодня трансляция в час дня началась в час легко 2 уже шоу 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 десятый час стрима где то ну ладно девятый да варька то выжила но размен там был явно не в пользу эльфа я слышал крики дриад интересно там был восстановлен экспант судя потому что там был ну мы видим аов и экспанда нет он там скорее всего когда-то был когти бы наверное все таки хотя bloodmage не всегда стреляет более того он чаще проводит время за высасыванием маны восьмая варна какая же она психованная надо на xx проверить экспанты нет ну тогда все все более-менее понятно передает архмаг вот это хорошо потому что архмаг он либо убегает либо рукой машет культа не должна была откатиться куда она влетела она сама не поняла где присты а присты вот они ой как же алхимик подкантривает от всю эту тему столько было усилий ради убийства двух пристов что помогает ну это бнет кажись все жалуются сегодня на лаги ну хак судя по всему очень спокойно а это значит что игру он контролирует пара сорочек даже пошло ничего себе интересно он сорочек делает для инвиза кажется он там грей делал под них типа чтобы спасать пристов о о легендум пор так но он не идет никуда просто потому что даже несмотря на преимущество его устраивает ситуация экономическая Или будет сейчас ломиться И скорее всего сейчас будет Ну, ульта точно откатилась Просто посмотрим, как Да, он, первый труп уже побежали Гольфман, хорош Хорош Не, я лучше завтра пораньше встану Разберусь с основными делами И пойду стримить Завтра, кажется, у нас еще какой-то кооп намечен Типа Эллен Ой, ой, хорош Вот это уровень хорошей контроля Хавк, красавчик Уже ждал в блинкивании, ждал ножей И просто подставал того, кто не пережил бы эти ножи Класс Да, ну эльф себя ведет так, что у него Строится база По поведению эльфа можно было понять Хавк это понял И пошел проверять Но там нет экспанта То есть эльф и не давит Ой, хороший став опять Уже пытается даже даггеры вкинуть, но Ну, уже тогда можно и двигаться дальше Наверное 1600 голды на руках, правда Полиморф Может, мага затарится Хотя вроде все есть Иннерфаер пошел Что за коопчик? Кажется, Эллен Сворм Надо посмотреть анонсы у Тейки У БСП, у Баниура Может там что-то есть Кстати, давайте посмотрим Что у ТГВ там Пересмотр О, там судьи решают Прикольно Бомба с Боничем еще будет Скорее всего нет Там как-то не Не собра... Ну, без Без энтузиазма Без энтузиазма Без энтузиазма А вот оно дерево За которое эльф должен сражаться Ой, там такая гопша А, он хочет просто тыкнуть дерево Тык в дерево Это хорошая страта Коня стафает Надо телепортироваться уже, видимо Ну, так, чтобы совсем было хорошо А, у него нет телепорта Ну, да Тогда сражение последнее Кастеры все пустые Не, ну тут еще у эльфа Есть призрачные шансы Точнее, не призрачные Даже шансы есть Варька ушла Просто потому, что Нет, уже шансов нет Медведи красные Варька ушла Потому, что мана закончилась Сразу ставят здесь вышки Ну, эльфа Надо что-то делать, конечно Инкома нет Там экспант работает Здесь экспант Еще один может быть построен Интересно, вызовет подряд Элементали Вот, люблю вот Хуманов За это они Они всегда Рефлекторно Вызывают элемов Даже когда оно вредно Просто это Вредно Просто вредно Причем подходит Дриада Кидает На вархмага Копье Как будто Тригерит его И он такой Все понял Легкий взмах посоха И Вызван Третий элементаль Против Стада Просто Кос Ой, инвиз Хорошо Пошли деревья Очень много Трупов Нет, не успевает Отменить базу В смысле Вышку Подходит Деревья Ой, зря Spirit of Vengeance Не стреляли по вышкам Они могли отменить Все эти три строящиеся вышки Сейчас только переключились На одну Но там две уже Завершили строительство Две магические готовы Уже неплохо Можно под вышки Немножко отступить Хотя Не знаю Да, чуть-чуть отступает Став Отлично Минус этой позиции Для Хавка Единственное Что под крепость Подходит А так Она прекрасная Просто Вышки есть Эльфу нужно давить Там У тебя все рейнджовое Варьки сюда Не хочет запрыгивать Под магические вышки Нету Ну, нам напишут Что ревилинг странник То есть Нету дерева у него Золота нет Хавк Не стесняется Сразу ставит эксп Девятый Варден Чемпионит Пробует Став на коня Отрезать не получается Тут никак уже Ничего не сделать Дриады Красные Умирают Одна Вторая Даже Элем Там пару выстрелов Сделал Третья Четвертая Бладмейд Четвертая Это ГГ Any second now На аватар Надежда Последний Аватар Не увидел Вовремя Чуть не потерял Персональный Телепорт А может не успеет Почему Увидели Перемотайте Стрелочкой Назад Я покажу Еще раз Он тыкнул А Там просто Телепорт Видимо Прожал Нет Это Хавк Кликнул Да Хавк Кликнул Не понял Что Почему Да Помните Что Вы Стрелочками Можете Перематывать По 5 Секунд Недокументированные Фича На ГГ Пощадил Ну Нет Выглядело Так Как будто Таргет Скинут Был Ну Из-за Того Что Там Телепорт Но Там Вроде Не должно Быть ТП А Это БМ Такой Понятно Это БМ Работает Две базы Против Нуля Валя Там Режет Просто Престов Нещадно Inner Fire Что БМ Бэтменер Ну Типа Плохо себя ведет Нет Что Это Причем Я слышу Звуки Из игры Или Это Мои Звуки Из игры Нет Тут Меняется Анимация Стрим То Идет Он Альтаб Нос Просто Понятно Понятно Хавк Ох Он Жует Там Просто Одной Рукой Вот Это БМ Просто Поесть Он Спеет Затягивает Специально Говорит Не Любит Ждать Оппонентов По Сетке А Че Хавк Стоит А Че Ему Не Стоять У Долго До Десять Сто Сто Это Мало На 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 Лошадь Говорит Опять Тролли Че Застав В последний Момент Какой-нибудь С тремя Грейдами На Атаку Наяривает Надо было ему Нурфаер Накинуть Тролляка Да Это БМ Не Ну Эльф Сам Виноват Че Он Не Выходит Сколько Можно О Атосит Блинкуется Нифига Се Какой Скилл Да Хавк Пришел Чувствую Что он Не контролит Мышка Видите Не двигается Вообще Он Он Ест Что-то Все Покликал 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 АПМ Даже Упал Он Пытался Этого Коня Видимо Подловить Отомстить Коню А там Дирижабль Есть Вообще Изявая Изявая Для Коня А конь Умрет Нет Нет Вот это Конечно Косяк 12 XP Все Десятая Варден GG Последняя Видимо Hunter's Hall Да Игры Сегодня Мега Конечно Напряженные Мега Долгие Так Вышкой Ну вот Я тоже Думал Что он Не хотел Опы Давать Да Ладно Они Переигрывают Что Нет Они Переигрывают Они Переигрывают Их 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 Сейчас Наверное Так Расстроится Когда Узнает О Переигровке Так Долго Блин Они Еще Четверть Финал Переигрывают Ёп РС И Это Низины Понимаете Это Низины Я Пойду Умоюсь Это Надолго Может Чайку Бахнуть Там Переигровки Что Какие Зависим Что Случилось Треть Игряют Матер Говорит Блин Это Сколько Еще Сидеть Дисконнект Переигрывка Там Правило Написано Что Если Кого Дисконнект То Типа Поражение Не Может Там Дисконнект Утал Повыкает Смотреть Ясно Судя Написал Ситуация Следующая У нас Нет Точной Уверенности На чей стороне Были Проблемы С Коннект Тому Кто Победил Это Очень Завершенно Готов Они Переигрывают Так как ТГВ Согласился На Переигровку Пишет Смол Что Там Так Если Спорная Обычно Всегда Переигровка Если У кого Серьезное Преимущество Хотя Если Человек Серьезным Преимуществом Дисконнект То Обычно Переигровка Потому Что Типа Его Дисконнект И Проблемы Да Бывает Разная Логика Ну У ТГВ В конце Прошлой Игры Когда Пли Задиск Лом Было Все-таки Преимущество По крайней мере По очкам Такое Типа 115 на 100 с небольшим Плюс Он остров Поставил Вроде Как Там Но Преимущество Было Не такое Серьезное Если Например Вспомнить В какой Ситуации Оказывался ТГВ На Тартл Роке После Как бы Ну И Если Вспомнить Как В принципе Шел Шли Вот эти Все игры Что Постоянное Преимущество Переходило От одного К другому Там Непонятно Кто Первый Дима На низинах Дима Первый Не Мне кажется Будет Короче Дима Панда И Плиз Вернулся К стандарту Мохнатых 2000 Годов Да Армию Игрока Атакуют Судей Зачем Холливуд Во-первых У них Больше Обязанности Кроме Того Что Конкретно Эти задачи Решать Но по сути Наверное Переигровку В конце концов Должен судья Назначить То есть Выслушать Одного Второго Посмотреть Что было В игре И принять Решение Там Судьи Опытные На самом деле Много лет Уже Занимаются О Плиз Провоцирует Дредлорд Первым героем А Димка Вообще Против Дейла Не очень Хороший Вариант Хотя Если Есть Виспы Может быть И удастся Ему Что-то Здесь Делать Берн Слип Диспл И все Маны Нет Второй Висп Его Подкантривает Хорошо Да Еще с нейтралами Не справиться Да В этом Плес Прав Согласен Ооо Ну как Так Нагулю Был Пойман Димка Нагулю Был Пойман На живца На неживца Даже Ё-моё Все ГГ пишет Джоки А кому ГГ Привет Хавалайноч А что ты так Поздно Пришел Тут Такие Короче Катки Были Такие Просто Дикие Дикие Особенно На ТР Из такой Просто Ситуации Выруливал Он Так Ладно Пошел Зигурат Собирается Гапша Такая Серьезная Он Выкупил Троля Что ли Хотел Но не Сумел Только Наполучал Там Немного Да Ладно Сейчас Еще Троля Отдать Можно Нормальный Купил Троля Он Взял Берсеркера Взял Швейцаристных Троллей Нужны Комменты ТГВ Время В эфире Там Задержка Просто Было бы Неплохо Поставить На фон Но я Скорее Буду Альтабиться Периодически Хавка Выключу ТГВ Включу Снагой Пуш Может быть Очень опасной В такой ситуации Делается Нерубка Дредлорд Готовится Гули Вообще Никакие Пытается Выиграть Время Одна Нерубка Это уже Большой Подспорье На самом деле Сварм Виспу Там Делать Нечего Ну Гули Здесь Уже Увлеклись На самом деле Преследованием Надо Отступать Под Нерубки Развалились Гули И Пошли Аовы Он Не Знает Как Реагировать На Аовы ТГВ И И Просто Отдает На них Гулей Ну Один Сгрыз А второй Вот Второй Вот Нет Прекрасный Пуш На самом деле От И До От Начала И До Конца Плиз Как будто Подготовился Подстроился Правда Вот Димка Тут Битый Я Не Знаю Как С ним Быть Стафа Нет Бутылок Нет Как же Нарезает Не Надо Сейчас Видимо Отступить Пока До Ова Сделать Неч Блэсин Скорее Сего Иначе Зачем Мы тут Застраивали Правильно Блин Сейчас Дима Ну Зачем Я Жгури Отступить Ой 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 Да Что 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 Грид Грид Лорд Конечно Тоже Не Уйдет Здесь Куда Торопился Вообще Акалиты Новые Не Подойдут Если Ты Здесь Стоять Будешь Барак Зачем Ты Сделал Выкопал Сейчас Вот Что Там Барак Сделал Я думал Что Он Просто Будет Дожидаться Барака Потом Вместе С Бараком Пойдет Вперед Диму Выкопили В таверне Сегодня Говорит Мун С протекторами Сто Двадцатого Также Пушил Тут Под протектор К сожалению Нужен Хантерс Холл Там Видимо Была Несколько Другая Ситуация Например Старт Через Котов Барак Видимо Надо Ставить Напротив На самом Деле Барак Здесь Не Особо И Мешает То Есть Ну Вот Что Он Сделает К Акалиту Он Не Пройдет Ни Рубку Он Не Убьет Просто Выиграет Время Одного Акалита Вот Если Бы За Ним Стояла Армия И Стреляла Он Танковал То Да То Они Бы Там Отвадили Одного Акалита Добавили бы Урона По Зигурату Тогда Может быть Но Сейчас Что-то Продолжение Я не вижу И Плиз Кажется Тоже Не Видит Там Поэтому Он Не Видит Не Видел Продолжение Еще В тот Момент Когда Видимо Димку Потерял В тот Момент Поставил Базу Ну Или Где-то Ну Приблизительно В тот Момент Дима Третьего Окружают Уровни Ё-моё И Вроде Как Нормально Можно Было Продолжать Ставишь Базу Есть У тебя А он Здесь Трется Против Дэла Который Из базы Выходит Нет 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 У нас Пока Что Пока Что Не Приноровились Играть Против Вам Посов Не Приноровились И Все И Начинается Нет Вообще Подстройка Дэла Хорошая Была Амфи Я не знаю Что На старте Отлично Просто В определенный Момент В определенный Момент В частности После Ну Тогда Когда Нерубки Стреляют Барак Доделывается Дима Битый Вот В этот Момент Стало Понятно Что Дима Как бы Там Не Живет Он Ну У него Нет Телепорта У него Нет Будылок Ему Нужно Что То Делать Вот До Того Момента Все Было Хорошо В нужном Месте Веспы Вовремя Пришел Сделать Разведку Под Эксп Отконтролил Так Чтобы Не Окружили Закупил Троля Даже Чтобы Это Самое Чтобы Сбивать Слип Со второй Волной Взял Героя Второго Агрессивного Но Потом Все Пошло По Минус Снага Кажется Что Как Она Оттуда Вообще Выбежала Как Она Оттуда Выбежала Как 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 Она Оттуда Вообще Выбежала Было Впечатление Что Если Просто Люди Атаковали Бы Если Просто Атаковали То Ее бы Сгрызли Да Скользкая Гольки Пытаются Тут Висп Кстати Смотрите Какой Висп Два Скелета Стоит Дерево Которое Можно Починить И Висп Дисп Еще Один Не Успевают Да Не В разных Местах Кто Где Просто Не Успевают Это Минус Эксп У Плиза Ну Все Это Тогда ГГ Просто ГГ Окружает Опять Димку Минус Эксп Отсюда Надо Попытаться Дредлордом Свалить А Окружение Еще Это Фейковое Окружение Так Пуле в глаза Че Нам Двумя Скелетами Двумя Гуглями Кого Там Окружать По Четырьмя Арчами Двух Двух Героев Все У ТГВ Шикарная Ситуация Она Не выбежала Она Выползла Да Да Привет Игорь Тащит ТГВ Там Болеет Вовсю И Это Представляете Сеточка Да Там Там Хав К Финале Все Матчи За Третье Место А тут До Полуфинала Не Дошло Бедный 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 Хавк Армию Игрока Атакуют Так Ну Для Дреддлорда Жизнь Только Начинается Три С Половиной Проверяет Эксп Верит Дрядку Но До Экспандера Не Добегает Но Это Низина Чего Ему Ещё Делать С одной Базы Пытаться Чем-то Убивать Вот Это Нереально Даже Если Ты Пойдёшь Каких Нибудь Юнит Которые Убивают МГ Или Медведи Тебе Потребуется Очень много Времени Для Этого Ну И Соответственно Будет Преимущество Лимиту По Лимиту Врага Достаточно Чтобы Под вышками Отбиться От Того Что Придёт Святых Зверя И Пошли Некросы Оооо Полегче Вообще Нага И Дима Это Такие Герои Печальные Для Лейта Ладно Дима Окей Он Он Может Быть Но Нага Понимаете Нага Представьте Себе Нагу С Её Там Стрелкой И Форкетом И Толпу Скелетов Которая Бежит На Нее Что Она Сделает Урон От Ни Несерьезный Как бы Здоровья Нет Массовые Заклинания Тоже Форкет Не Массовое Скорее Даже Точечное Учитывая Урон И ограничение На Количество Целей ТГВ Сразу Старается Построить Третью Базу Но Такой Халявы В этот Раз Ему Пока Не Дадут Сразу Телепортируется Теряя При этом Гульку Гуля Диверсанты Побежали На Экспанд Странно Что Никто Не Использует Подрывников У Плиса Был Момент Когда С Подрывниками Можно Зайти Сейчас Можно Например Через Мастерскую Просто Взять Подрывников И взорвать Базу Потому Что Сейчас Ситуация Такая Что У тебя Две У него Одна Ему Нужно А ты Можешь Денег Правда Нет Нифига Шедро Взял Не Взял Шедро У Димки Нет Телепорта Но он Рядом С Магазином Находится Желательно Сейчас Не Полить Первый Гулей А Напасть Всем Скопом Но нет Дает Раз Два Три Четыре Пять Шесть Представляете Гульки Набежали Вместе Шансы Было Бо Значительно Больше На Ой Тут Эльф Тамало Слейб И при этом Он тыкает В дерево Гули Должны Под покровом Ночи Все Вместе Ой Сейчас Столько Гули Какой Контроль Вы Посмотрите Что Творит Что Творит Плиз И он Спасает Это моя Любимая Картина Когда Гульки Либо вокруг Эмки Либо вокруг Дерево Это просто Это радость Для глаз Посмотрите Какой Стройный Ряд Гулей Как Они Лапки Папа Это Самые В разные Стороны Какие У них Ножки От души Согласен Красиво Не Ну тут Плиз Конечно Отконтролил Если бы Не Виспы С починкой Если бы Сваром Зашел То А Покормил Покормил Слип Дредлорд И Такой Хоп И Телепорт Дэл Надо было Просто Три Удара Сделать Не 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 Там Три Виспажи Было Никаким Макаром Не Не Перехиливал Это Уже Не 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 Хавалайн Тогда Здесь Было Плюс Плюс Два Плюс Два Трубчика Еще Гулей И У Дредлорда Поменьше ХП В тот момент Ты можешь Присмотреть Динамика Была Отрицательная На тот момент Все Как Мог Забыть Переключиться ТГВ В тот Момент Кстати Да Можно Перепопробовать Переключиться Может Мы Еще Не Сейчас Ну Вот Вот От момента ТГВ Такое Себе Ну Такое Себе Хотя Блин Бурди Успевал Проскаутил Эксп Это Конечно Прав И Сразу Такая Реакция Защитная Что Он Дипа Эксп Что Блин Да Хавлайн Ты Прав Ты Прав Он Справлялся Я Не Прав Да Мог Убить Это Т2 Ой Семья Тебе Пухом Ау Подожди Не Кричи Ну Я Т2 Говорит Да Т2 И похоронил Тут же Эльф Про землю Тебе Пухом А тут Надо и курсор Использовать Извините Так Дредлорд Лартирас Его зовут Идет В атаку Вместе Падают Падают Ряды Падают Арчи Вот Смотрите Нага Полезная Полезная Змея Блин Там до 6 Осталось Совсем Немного Митвеганы Работают Минус Коза Терпят Терпят Свар Свар Великолепно Великолепно Веспов Всех Сейчас пытается Восстановить Но это делается Но это делается Не так быстро Странно Что он здесь Не заказывает Было бы попроще Как-то бывает Под конец Начинаешь Уже Собранно Контролить Пытаться Что-то Сделать Но Но Здесь уже Все Вот в такой Ситуации Если происходит Дисконнект То это уже Очевидно Потому что 36 лимита На 71 Смотришь Уровни героев Смотришь Ситуацию По миникарте И Крипл Анхоли Френзи Пошел с руки Навешивать И Диму Забирают Вампосик Сарбой Забирает Димон Хантера Да можно выкупить Но восстановление Героя пятого уровня Тебе Весь лес Твой текущий Там 210 Кажется он стоит Или 240 Даже уже А чем эту армию тьмы Отбивать Блин Сразу видно Что ты Армия тьмы Художественная Армия тьмы Непобедимая Нечисть Как Как бедным Дриаткам С копьями Осилить Никак Поэтому и проигрывается Это имба Так и запишем Не сделать Ни Че Го Армия плети Ге 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 Майер Майер Плиз Респект ему Конечно За это Мало того, что ГГ написал Так еще и удачи пожелал дальше Несмотря на поражение Молодец Близник красиво себя ведет Говорит, какая НД рада сра Согласен Согласен, требуется Требуется у нас все-таки Некоторые Нет, ну если наезжать на олдскулов Это прям очень рискованно Рада сра, ну реально Прям вот, ну Ну не стоит В каком месте, куда ведет Что некрасиво Хорошо Блин, я не переключился По раскладке на фиву Так, и мы дошли наконец-то До второго полуфинала Хавк уже скучает в финале Вместе со, ну и странник тоже Сейчас на третьем месте В матче за третье место Скучает И сейчас Днище Артурчик Мирор андэдовский будет Или они там что-то подчеркнули В смысле придумают Интересное Сейчас давайте включим Ждем Мяу Так, что там дальше Ну на самом деле Он конечно не стримопалил Просто он вообще не понимает Что делать Он просто Ну чекает точки И бежит крипджекать То есть Эти ротации по карте Ну Не там засплититься Не что-то сделать Просто ищет Где ты находишься И бежит тыкать в героя То есть Такой план на игру Поэтому такие ровки Чё ж отдай на рандомах На мужика А, в любом случае Рандом Нойки И тогда на рандомах О На рандомах На мужика Протекторы против микровагонов Да, Т2 и протекторы Просто найс Так, ну чё Отчеркаем Даунские карты Блин, я в кофе поставил По фаску Потому что в любом случае Придется еще финал Шадая смотреть Да я чёркну Это правильный настрой Не Шадая, я поставлю кофе По фаску А то и реально Финал, говорит Шадая, придется смотреть Неплохо Ох Да что там Хватит орать Ох Они такие офигенные Сейчас обычно Обычные финалы На рандомах гонять Но они хорошо Друг друга знают Видимо Мои соседи Встрепенулись Не, ну Реально очень 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 неправильно Поступают Оба ффа комьюнити Вроде Да, похоже Я не слежу Я просто так поигрываю Иногда Да, это был Кондей Да, жара Какая-то Просто тиммейты Сейчас он кофе Поставит Да я слышал Шадая, я слышался Все нормально Он тебя уже в финал проводил Но я думаю Что он просто Примедняется Какая у вас статистика Кстати, друг против друга Завтра 26 градусов В Москве А можно выходить уже? Будет FTL? Был FTL Прекрасный Просто Сегодня так поиграли Фоттан Лайт Завтра я постараюсь Начать пораньше Там такой Дрим Тим Ух Любимое лакомство Нет у меня Любимого лакомства Ну, хотя Хотя нет Я в целом мясо Хорошо приготовленное Люблю Если вот есть мясо Я ем мясо А пельмешки? Пельмешки Слишком большая градация У нас в свое время Ну, когда мелкими были Шубай В смысле Артур Михайлович Пишет очередь соперника Там иногда не обновляется Надо F5 сжать Все еще Что, мы сегодня Половину каскада На Дредварде прокатили? Хорошо При этом Ну, играю я Отвратительно Самокритик Это хорошо Как обычно? Да хуже, чем обычно Там спейл еще Что? Так, а что же Что за DC ждет? Черкнул Вижу Макрокарты Черкаем Значит, да? Вот ты какой Северный олень А я буду Микрокарты Черкать К чему вы придете? Не останется Карта вообще Остановитесь Вы сломаете Игру Спасибо Он не озвучивает Майкер Донаты вовремя Приходится ручками Все делать Что ж у тебя такое? Так Найс Может то же самое Что у Сокола? Я бы его и сам Наверное Очеркал Окей Привет, бендер Вообще Не хочу играть Вообще Наверное Пофиг Ну, вот глобально Есть микрокарты Есть макрокарты Учитывая то, что Ты не знаешь Какая тебе будет Раса Если вы на рандомах Реально играете То По какому еще Принципу черкать? Мы играли в BO1 И мы выпали Хубы Леон Дэды Конец Немного предсказываем Играем НИС ЭХТР Да кофиг Шадай Бу любую Создай приз пока Я кофе с бегой Налью Так ты же Бегал наливать В Дескарт Прошу тебя Чувствуется колорит какой-то Самобытность Он бегал ставить кофе А сейчас наливать Да, Шпильман Именно так На маленьких картах Ты чаще встречаешься С противником И соответственно Тебе приходится Начинать микрить Раньше Макрокарты Больше криппинга Как правило Экспанды И соответственно Там уже снижается Ну микроконтроль Безусловно важен Но если например Ты играешь Мирор Без экспанда И противник играет То же самое Что и ты То там кроме как Через нормальный Микроконтроль Или Опа ТГВ Секундочку Так а ты в Дескарт Написал Шадай В Дескарт 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 Ну ее никто не играет Напиши Ну попроси уже Я за кофе бегу Сейчас Напиши А что писать-то Непонятно Вздох Понял Принял Написал Ждем Коньяк из Китая Поддержал канал Ладно поехали Друзья Надеюсь Стартанут Они вскоре Полуфинал Потому что Впереди еще Финал Но Очень долгие Конечно Игры местами Просто Один Мало того что Счеты Один-один Очень часто Вот если на сетку Посмотреть А мы посмотрим С вами На сетку Как проходили Тут игры У того же Самого Розового Пони Ладно Он Джонни Кейджа 2.0 Выиграл Но там все равно Долгие игры были Пыщ Пыщ И тут переигровка Еще четвертую игру Сыграли Чат Михаил Не подскажешь Как много Можно лаги В меню Пофиксить У меня 5-10 фпс В меню Я слышал Что в меню У многих Лагает Что там Фиксили В последнем Патче Но Я не знаю У меня нормально Я не знаю Кроме Стандартных Свежих драйверов Самых поставить Ничего посоветовать Не могу Попробую Windows Aero Выключить Нифига себе Кто-то еще На С Aero Агент Привет А Aero Это в семерке Жда появилась Тема Windows 7 7 Так Это гв Эльф Ашадай Андед Ушадая Основная Раса Андеда Да На семерке Понятно Стравер В общем Все очень плохо А в вести Еще Точно В вести Ох Не Неплохие системы Конечно Но Десятку Не надо Перестанавливать Каждые полгода Это радует Что за Aero Я на XP Сижу А когда там Поддержка XP В 20 Году Заканчивается Или уже Закончилось Виста Маскучер Как Траматическое Воспоминание Ты Не Вспомнишь Например Нет Ладно Windows 2000 Это Скорее Серверная Какая-то Штука Какая же У нас Была Еще Windows Что-то Между Восьмым И XP Как Что-то Ужасное Было Миллениум Миллениум Господи Миллениум Точно Миллениум Трындец Это же Просто Был ад Это Худшая Наверное Система Просто Я вот Забыл Как страшный Сон Реально Нет NT Это Понятно NT 2000 Это Сервер Эдишн Это Для Своих Задач А вот Пользовательская Была В тот же Позже Была Да Миллениум 2000 XP Виста Седьмой Смерка Восьмой Смерка Понят Миллениум Ммм У меня Первый Комп На 95 Горит Кэшер Был Да Это Времена Четверок Четверка Первых Пней Не гони На Вин Мин Апентиум Мм Стояло Все Огг Было Слушай Ну ты Значит Мало Работал В XP Потому Что XP Была Шикарно По сравнению С тем Что Выпустили Потом Ну Конечно Желательно С 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 Сейчас Мы К Досу Вернемся Естественно К Дисковой Операционной Системе К Оболочкам Всяким Первым Графическим Так А в это Время Давайте К игре 3 311 Застал Да 3 3 1 311 На дискетках Вингу Ставили Ну ТГВ Теряет Арчу Недоконтраливает Энты Идут Отдаваться И козел Идет В бой Ну вот Повылазили Товарищи Которым Под 40 Или может За 40 Так А в это Время В это Время Попытки Отменить Экспанд Андедовский Экспанд Блин Сам Эксп Не ставит И Андедовский Не отменит Ну зато игры Быстрые На самом деле Будут Отменяет Эксп Каким-то чудом Уходит Арча Но козел Без чудес Пытается только Акалита Забрать Перед тем Как улететь Чтобы База Не по Перфокарте Да кстати Перфокарты У меня дома Были Потому что Матушка Работала На С компами Тоже В горном Институте С первыми Какими-то там Ивэймами Поэтому Перфокарты У нас Всегда Были Продравленные Их было Много Из них Можно было Ну что угодно Это расходник Просто Застройка Вот это Может Зайти Столько Протекторами Надо чекать Желательно При этом Еще повесить Виспа Сюда Чтобы Андед проверял И видел Что у тебя там Висп Собираешься Делать Экспанд А ты Такой Вжух И на Протекторах Горный Питерский Нет Воркутинский Воркутинский Горный Ну Оттуда В Питер Естественно Все По Это Это же Что Горный Институт Единственное Учреждение Нормальное Высшее В Воркуте Ну По понятным Причинам Так Протекторы Первые Появляются Козла Окружает Надо выходить Срочно Срочно Козлу Дорогу Козел Сейчас Пропил Бутылку Пытается Выскочить Да И Отбивается ТГВ Смотрите Он Выскакивает Просто Как Нага В прошлый Раз Класс Воркутинский Можно за 20 Квартиру Купить Уже Да Уже Да Там Шахты Позакрывали Одна Вроде Работающая Или Вроде Уже Закрыли Грустно Грустно Но есть там конечно Очень хорошие Те с которыми Общались Учителя Прекрасные Продолжается Застройка Протекторов Мульон Протекторы Будут Медленные Потому что Два Нет Выкапываться Выкапываться Срочно Можно прикопать Кстати Докум А чего Он тут Выпендривается Я не пойму А прикопки Нет А чего Он недоконтроливает Паузу Надо Дожать Паузу Надо Дожать Паузу Жми Там Человек Человеку Плохо Явно Блин Было Понятно Что там Лак Что ж ты Ну зачем Не может же быть Такой Втык Правильно Хотя он молчит Вроде все нормально Взял Поданковал Декой Надо ближе Перекапываться Солтерхаус Пытается Справа Отстроить Отстроить 3-2-2 Он слишком Сложно Для 3-2-2 Ну не нашел бы Он эти протекторы Лучше Если хотят 3-2-2 Катапульта Пришла Ну вот Жертвы Конечно Колоссальные Протекторы Лупят Минус Три Гули Минус Финт Минус Четвертая Гуля И Котапульты Котапульты Работают Четырех Протекторов Надо Перекапывать Мидвеганы Делаются Ну что Вот что Это за протекторы Ну е-мое Почему Что они там Ловят Куда они Смотрят Капец Медленно Как Боба 31 Рус Говорит У меня Такой же Бывает С декой Ну это Да Но Тут Товарищ В полуфинале Играет Минус Арча ДК Третий Он может Не продавить С такими Медленными Протекторами Хотя Три Катапульты Должен Продавить И Веспы Главное Есть Веспов Нужно Больше С мейна Брать И Постоянно Медвеган Шугать Протектор Выкапывается На него Кидаются Минус Протектор Но опять же Не бесплатно Минус Финк Минус Минимум Одна Гуля Катапульты Не должны Стрелять По юнитам К сожалению Должны Стрелять По зданиям Хотя бы По мейну Либо Слотерхаус Либо мейн Урона Вполне Достаточно Прикапывает Пинчит Деку Минус Мейн ГГ Да Вот так Вот за Эльфов ТГВ Застроил Сильный Эльф Сильный Чему Да Он немало Удивлен Сорян Ну Может быть Мы даже Увидим Как бы Финал С хавком Я надеюсь Что Полуфинал Не сильно Затянется Ну хотя там Рандом Рандом Черт его знает Посмотрим Глядя на такой контроль Понимаешь Что в Старике Игроки Гораздо сильнее Там танки Ага Проходили мы Так ТГВ Спасибо Так Дальше Такое же Дело И это реально Очень тяжело Отбивать Спас Экспандом Если чуть-чуть Моргну Протекторы То все Конечное Ну да Слишком поздно Т2 Слишком поздно Мидвеганы И обсидианки Сложно Не ну Вообще Вы вспомните Если бы у нас Были Только например Варкафт и Старкрафт То окей Можно было там Похаливарить И игроки не пересекались Но вы вспомните Что игроки Из первого Старкрафта Из второго Варкафта Переходили в первый Старкрафт Из Первого Старкрафта Переходили в третий Варкрафт Большое количество Игроков из первого Старика Перешло в третий Варик С механикой там, со всеми делами Появлялись в том числе новые Потом из третьего Варкрафта переходили во второй Старик И все равно и те, и те были молодцами То есть не было такого, что приходит Старкрафтер, например Или приходит там Варкрафтер Старик И все там сразу сдают Возьмите, например, вот ты утверждаешь, что, например, у Старкрафтеров лучше контроль Варкрафтерам ничего не светит Блай, он же Варкрафтер И долгое время лучший игрок в СНГ по второму Старику Ну Многие Варкрафтеры во второй Старкрафт чего-то добивались Я, правда, не скажу, кто и что, потому что память у меня хреновая Но Микроконтроль в варике очень важен Прям очень важен Тут меньше даже макро, чем в Старкрафте Вот если, например, ты придешь в Старик без понимания, как строить базы, как выстраивать экономику Но будешь хорошо микрить, то это вот реально проблема Кас на Нивах, Эпик, Атали Норм Стефана Да? Кас же тоже Варкрафтер Ну то есть элементарная просто, это какая-то логика примитивная Ну Смотришь, а оно там контролится Ну История-то большая уже этих двух игр И опять же Разные версии Разные там итерации Разные патчи Блин, вообще Столько всего было И все равно тащат люди Андроид неплохо играл Но Андроид Играл не просто неплохо Но он играл великолепно Во время полной доминации корейцев Андроид Экс Единственный, кто мог Хотя бы там карты отжимать у корейских тернов А, Дима Слим, кстати Тоже хороший Люцифрон Великолепный пример Люцифрон Тоже из вариков Старик Но браток не играл в вар Он перешел с первого Старика во второй То, что микро отличается, я согласен То есть в В варкафте микро юнитами В Старике скорее там Больше пачками Чаще всего пачками То есть типами разных типов юнита В варкафте у тебя зачастую Все помещается в три бинда Ну это к тебе с головой хватает Некоторые двумя пользуются И учитывая то, что лимита меньше Юниты жирнее Однолимитных военных юнитов Вообще сложно вспомнить Вот, и Но все равно ты этого футмена, блин Должен и на своего смотреть И на вражеского Когда встречается там Архмаг два футмена элементария Это прям Сразу начинается экшен Титан вроде Да, Титан кстати и в Старик играл хорошо И великолепно играл в варкафт 3 Как просто поджечь Ну вот иногда Причем я вижу, человек серьезно пишет И видимо верит в это И это пугает Потому что ну надо что-то с этим делать С непониманием Что-то делать Везде сложно на про-уровне играть Старкрафт лейти Нужно отдельно юниты контролить Старкрафт лейтем Да, да, да Потому что фактически Ты все равно упираешься Ну в то, что играешь Против такого же человека Который старается Как бы Ты не можешь Контролить Как бы Ну ты можешь конечно контролить Лучше всех Но Скорее всего нет И скорее всего не настолько Чтобы жертвовать всем остальным Ну что Ты можешь просто игнорить все остальное Так, давайте к игре Кто у нас кто? Розовый пони опять эльф Но сильную расу Выбрал, молодец Опять он Простите меня Долбится на кипере Вот, а что делать? Что делать? Архмаг пришел похарасить В результате минус тп Не отменил Хантерс Холл Или само Нет, саркрафтера и варкрафтера Никто не срется Кто скиллови По крайней мере Если говорить о игроках топовых Они друг друга знают И уважают А Ну басы может быть и Холиварят И до сих пор не понимает Что вышел лолеров Не прыгнешь А, ну ты там Я не дочитал твой уброс Конечно Но ты молодец Молодец Лолеры, да Это комики кажется Я Только слышал они Что-то вроде доты Но для Людей, которые не ругаются Ну или которые Да, помоложе Так Вообще в лоле Музыка прекрасная Периодически Слушаю то Что там Делают Уровень просто Запредельный Разноплановая Такая Инструменталка Сильные вокалы Местами тоже Очень хорошие Так Нага Вторым героем Нифига себе Агрессор какой Во-во-во-во-во-во-во-во Ну шедай Вроде знает Что делать Но как-то Не по таймингу У него Блэксмит Как-то теряет Он футов Попытались Сейчас поймать Архмага Будет черепах Пах-пах-пах Надо забивать Уже на этого Аэма Тем более Он тоже сам забил На попытке Похарасить Но это рискованно Просто против Наги Особенно Против такого количества Арчей Прикопки Игнорирование Не помогло Арче Избежать Внимание От Вот Архмаг Видели Просто Разбудил И все И такое количество Урона Больше Наполучал Он на черепах Чем Ну тут понятно По энтам Но Арчей-то надо Сейчас как-то Лечить Ушедай Вроде Андетт Да Мейнраса Армию Игрок Миссия Ипса Я ее не узнаю По названию Просто ставит А я слушаю Какой счет 1-0 В пользу ТГВ МК Вторым героем Это отличный способ Кстати Ой Когти Плюс 12 Подлечить Арчей Своей Ну вот Контроль Арчу Ну и Ретаргет Подлечил Арчей Но с Нагой Надо что-то Думать Вообще-то Козла Фокус По МК Начал Фокусить Прикапывает Инвол О, это Минус Нага Да, это Похоже на Минус Нагу Инвол 15-секундный Дикий Прикапка Есть Это Минус МК Ой, козел Немножко Заплутал Еще Минус Арчана На Футмена Поменял В целом Ситуация Довольно Хорошая У ТГВ Единственное Непонятно Что он будет Дальше Делать На Т2 Вообще Ничего Нет Хантерс Хоу Есть Лорница Нет И леса Нет Но это Явно Выход В Лорнице Но В смысле Медведи Или там В МГ Я не знаю Но Запоздала Из-за того Что Он Не должен Делать Сейчас Апгрейд На Т2 Из-за Того Что с Проблемы С лесом Какая У козла Аура Аура Шипов У него А зачем А причем Здесь это Или ты Про красную На красную Плюс 12 Выпали Они у Наги Так Там Три уже Где А это Т3 Оооо Это я ступил А зачем Он такой ранний Т3 Неужели Меткость Тарба Ради Этого Всего Да Меткость Грейд На атаку Но Без Любого Т2 Здания Очень Странно Особенно Против Мага Третьего Четвертого Е-мое Кто Сильнее Арчейли Рифл Рифл Сильнее Он Трех Лимитный Кстати Начнем С этого Стоит В полтора Раз Дороже И Патма Т3 Ну Патма Логичная Более Менее Но Передней Линии Нет Понимаете Кто Танковать Будет Нага Козел Или Энды Под Диспелом Ой Инволом Красиво Поймал Инвол На Инвол Поркет Свиток Клэп На Арчей Неплохо Разменялся Минус Два Приста Сейчас Фигарит Рифленых Кипер Ой Какой Клэп Как Арчей Это Жалко И Ополченцы Сзади Вот Это Диверсия Вы Посмотрите Свиток Есть Надо Свиток Брать Клэп Сейчас Еще Один Будет А Не Хватало Маны И Рабочие Такие Что Все Опять Опоздали Пошла База Ну С Матун Кингом Вообще Шутки Плохи Вот Что Он Сейчас Будет Делать Против Мки Со Вторым А В Перспективе С Третьим Клэпом Под Мук Кстати Отменил Крепится Очень Хорошо Шадай По крайней мере Сейчас Можно Арчей Подлечить Надо 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 Уже Брать Что Так Тормозит А 42 Лимит На 44 Да И все Таки МГ Пойдут Дальше Алхимика Взял Это Видимо Для Того Чтобы Лечить Против Мки Ну Под Ма Реально Она Такая Пассивная И Заходит Больше Когда Ловлет Сегодня Точно Такой Ж Стратой Чем Мика Прокатил Хорош То есть Видимо Подрезал Прист Ай Не потому Стрельнул В конце Хавк Сидит Ждет Победителя Тут Касл Пошел Армию Игрока Выкапывается Деревом Счет Ребят Почти Равный Играют Они До Восьми Побед ТГВ Ведет Сейчас Может быть Кривджек Козел Подставляется А где А где А где МГ Только Первый Выходит Козла Собираются Окружить Но Козел На самом деле Байтит Просто На себя Инву Погремушки Плети Что Мана Щил Тунаги Что Что Мана Щил Тунаги Мана Щил Тунаги Армию Игрока Атакуют Мана Щил Тунаги Он Мискликнул Видимо Ну Как Бы Да По сути Бой 15 Сейчас Энты Престы С полной Маной Вообще Но Есть Эксп Ты Хотел Фронт Линию Тем Нага С Мана Щил Да Не Такой Не Такого Танка Я Ждал Вторую Стрелу Не Захотел А Захотел Вообще Без Маны Остаться Да То Есть Хотел Остаться Без Первой Стрелы Бах Мне Сама Развалилась Сначала Но Потом Престы Есть Все Рано С Полной Маной Армию Игрока Атакую На ютубе Завтра Будет Запись Я Делаю Локально Все Вообще На гг Запись Будет Сразу В разделе Записи Таун Хорош Клэп Прекрасен Но Там Два Свитка Кроме Свиток Первый Пошел Мк Еле Живой И Минус Мк Ну Гг 2.0 Хавк Тгв Там Еще Один Свиток Лечения Без Шанс Можно Было Даже Под Близзардом Постоять И Даже Видите Не Не Использует Последний Свиток Но Близко Уже Можно Да Архмак Немножко Беспечно Стоит Ггвп Хорош Надо Спросить Зачем Взял Эту Найс Найс Да я специально Под Лизардом Стою У меня Скрыллы Есть Мне Важнее Задопустить Арчами Чтобы Убить Мку Господи Иисус Найс Раса Такой Дэмэдж Два Грегда На Арчи Такой Дэмэдж Дикий Просто Удаляй Красиво Красиво Страта с щитом Ну по плану Ты покупаешь Арву Маги А Все таки это план Я просто арву Не успел купить Поэтому тебе стрела Все равно не нужна Дальше Она тебе нужна Вначале Чтобы темп взять Это если что Лавлиет Так делал Ну типа Это не Да я понял Надо посмотреть За Лавлиет На самом деле Многие корейские Ильфы так играли А потом Европейцы начали Круто Вообще дичь Надо Надо посмотреть За этими Ну да Может это новая мета Надо посмотреть Как она работает Просто Нага Обычно Со счетом Особенно с первым Она впитывает Два раза больше В ману Там два к одному Сначала Там сначала Два к одному Потом полтора к одному Потом один к одному Кажется так И вот При При Ну начинается С того Что ты просто Всю ману теряешь Если начинают Нагу атаковать Но видимо Здесь такая ситуация Что Нага Не является Приоритетной целью И в нее Не летят там Молотки Не фокусит ее Никто Ой Вин Привет Три арбы На героях Три арбы На героях Это с МГ Тоже Да получается То есть МГ Ну нужен Кто-то Кто должен ДПСить Получается МГ Таунтит Два раза Каждый Танкует Арчи ДПС От героя ДПС 2-3-4 ХП За единицу Маны Не похоже На это самое В смысле Пропорция Другая Нет Один Не Не Нет Арбы Стакаются Жжи Вот и Катают Не Стакаются Они Ну там Время Обнуляется Но Они Не Стакаются Как Они Стакаются По дамагу Они Не Тикают Статус Только Один Кажется Нет Виверновские Стакаются А мне Казалось Эльфийские Сарбы Не Стакаются Вот Один Полтора Два Скорее Всего Скорее Всего Один Полтора Два Ну Один К Одному Значит Но Учитывая То Что Запас ХП У тебя Больше Чем Ман Хотя Он Наги Близок На самом деле Но Он Летает Очень Быстро Блин А реально Может Нет Арбы Арбы Стакаются Кто Прям Точно Уверен Стакаются Если Разных Героев То То есть Дриадовские Стакаются Верновские Стакаются Кажется От одного Героя Не Стакаются Нифига Себе Не Если Стакаются То Конечно Это Дичь Особенно От Ранджовых Героев Жесть Не Подождите Если Один Герой Бьет Они Не Стакались Никогда Если Димка Бьет Сарбы По Одному Юниту То Тикает По Восьмерке Или По Десятке Сколько Там По Восьмерке Пять Секунд По Восьмерке Нет Рядовский Кажется Стакается Как раз И Виверновский Точно Стакается Тебе Байтит Говорит Хавалайн Не Стакается А Я Вот Уже Не Уверен Три Арбы Стакаются Всегда Так Было И Шутка Сокол Про Передачу Арбы В Этом Стакаются Посмотрите Игры Лето Вот Хавалай Нам Надо Сейчас Посмотреть Они В Ранних Стакались Блин Сейчас Черкают Раз И В общем 2-3-4 Хп Мана Щилд Видимо Его Бафали Да Получается Да Его Бафали Мана Щилд Бафали Потому Что Помню Было Полтора Где-то То Скорее Всего Один Полтора Два Что-то В этом Роде Было Раньше 2-3-4 Это Совсем Другая История Блин В Два Раза Бафнули Ну Как Бы Да Просто В Два Раза Было 1-2-3 Потом Пишут В Тридцатом Бафнули Было Один Полтора Два Стало Один Два Три Четыре Да В Два Раза В Два Раза Просто Эффективность Мана Щита Подняли Тогда Другая История Конечно Очень Круто Никто Не брал Да Никто Не брал А всем Смысл Тогда От Наги Она Мана Теряет Профи Фри Пойнта Нет Лучше Потому Что Асаура Не 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 Уже Выяснили Зачем Она Во-первых Нага Играет В определенный Кусочек Времени Когда Только Появляется Со Стрелкой Позволяет Тебе В агрессию Во-вторых Это Рэнджовый Герой Который Потом Берет Орбой Если Действительно Две Орбы Разные По одной Той же Цели Наносят Дополнительный Дамаг То Это Совсем Другая История Особенно При МГ Впереди Да Финал Бо-3 Также Матч За третье Место И финал Будут идти Параллельно Так что Мы с вами Посмотрим Только Хавка Против ТГВ Да и Поздновато Уже Закончим Как раз Где-то В пол Первого Ну Посмотрим Посмотрим Так Фуфа Как раз Делаешь Нагу С мана Щитов Закупаешь Амулеты Получаешь Героя С 10 КХП А где Император Извиняюсь За 100 вопросов О нем Не спрашивай Не задавай Вопросы Лишние Не стоит Вспоминать Только негатив И все Двойной экран Предлагает Можно Конечно Пере Ну и Классно Было Да Сейчас Подождите Попробую Позахватывать В этом Не скучайте Пока А нет Вы будете Скучать Ладно Я вам Тогда ТГВ Поставлю Пока что А сам Попробую Захватить Хотя бы Одно окошко С С Хошком Захват Окошко С Хошком Так Добавить Захватил Окошко С Хошком Проверяйте Захват Окна Давай так Раз Два Три Четыре Это у нас будет Хавк Ничего так Так Надо подрезать Сверху Еще немножко Сверху Кайф Может так и Оставим Мы смотрим Н ТГВ Смотрим Нахавк Ооо Вся картина Видна Класс Работаем Армию Игрока Чат пропустил, открой ПЛЗ Блин, ну Ну еще сейчас, сейчас бы чатик пускать Так, можешь как Хэппи сыграть? Мне потренить надо Там сначала ДК идет Потом тебе две палки скейтов Засовывают, потом Финда Я видел этот фильм Да, не, я там Во Водную нимфу призываю Хм, ну окей Класс Так, откуда звуки? Звуки от Хавка Ребят, нет, подождите Все, я должен Все, убрали звуки Все, больше ничего не трогаем Все, смотрите Мы смотрим от лица ТГВ Если кто-то хочет Хавка посмотреть Маленькое окошко есть от Хавка внизу Класс О, и ДК здесь первым героем Да ладно Что, прочитано что ли? Прочитано просто Просто прочитано Я, наверное, последний сделаю твик Друзья, с вашего позволения Вот такое допростят меня Чтобы у нас было побольше Еще окно Хавка Кайф Кайф На одну карточку Надеюсь, простят Все, друзья Теперь вы можете Смотреть картинку в картинке Чтобы 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 все видеть От первого лица Дожили, наконец-то First person Просто Хочу больше, Хавка Ну, ты можешь В любой момент пойти Песня, говорит Yellowstone Песня Пошла атака Для Еще более идеальной Ситуации Не хватает Только комментариев ТГВ И я их сейчас добавил Прямо сейчас Он реально тренет Тренит Хавка Перед Хэппи Прости, господи Но проблема От ИГВ В том, что Он не Не хэппи И он не исполняет Стандарт на таком уровне Как Хэппи Теперь майкер Даже мышкой не двигает Скоро будем стримить Сразу комментатор Ну, слушай Здесь все видно Смотри Контроль Петлорда взял второго Будет пуш делать Пуш Ми Ну, в общем Вы поняли Айм лупил фута Не заметил З заливочка пошла Но он хочет запушить С некрасами Ооо И скелеты Ооо Капец Какие же там Рабочие Неживые Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Горим Горим Петлорда Петлорда Вот именно Вот именно Столько он и стоит Горим Спрашивает Будет ли в твоем исполнении Химера Скват Зайди обязательно Завтра днем На трансляцию По Faster than light Ну, вообще да Сейчас хороший Хороший Подкол был И тут же Сразу Сразу игра Тебя карает За понт И у Хошка же Это два нет И не будет Очень долгое время На четвертый уровень После против первого Так в том-то и дело Что на Архмага Плевать Когда придут Некроманты Они Спросят Архмага Что Откуда у него Аура Откуда у него Элементали На Химеру Скват С Стим Скидка 50% Что рановато Делать скидочку Не могу нормально Заходить на стрим У ребенка Зубки режется Понимаю Но там просто Такая игра Прекрасная Блин Зубки Это серьезное дело Я прям кайфую Давно так не кайфовал Обсидяночка пошла Ай 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 Да комок выйти Блин А здесь конечно Растерялся Сейчас и пятого Архмага Можно Пятый Архмаг Пошли харасу Да Прохладненько так Долго пытался понять Зачем Кавк взял Пита Потом понял Что это ГВ Пит Да Некросы Некросы Проявили Себя Проявили Ооо Сейчас еще Некромантов Подрежет Нет Вроде После вот Этой вот Отдачи Дыки Стало Все Плохо Крыша Уже Потихонечку Едет На 12 Час Стрима Рабочие Там Какие Умирают Но я Уже Прям Чувствую Какая Сейчас Пятый Получает Не знаю Нужно ли Тут вообще Эксп Ставим А он Собирается Все-таки Все-таки Собирается Ставить Экспандер Может И не Нужно Даже Ну я Макро Игрок Ничего Не Поделаешь Он Изначально Не хотел Пушить Да Пит Бегает Увидели Сейчас Что Архмак Черт знает Где Это Хороший Шанс На Спокойную Установку Экспанда Второй ДК Аура Блин Хочется Фонтан Забрать Учитывая Количество И Битость Юнитов Но это Слишком Рискованно Во-первых Рискованно Отходить От строящейся Базы Далеко Вот Вот У него Толпа Скелетов Он Ни Одного Не Отправляет На Разведку Наверх Вот Сейчас Сверху Прибежит Архмак С Элементальным Что Будет Делать О Халявщик Без Разведки Прибегает Вот Сейчас Этот Архмак Мог Прибежать Просто На Эксп Понимаете В общем Большая часть Этих Скелетов Она Все Равно Не Ну Она Умрет Неестественно Она От Старость Умрет Неплохо Попытка Окружить Элема Причем Прикол Так Далеко Зигурат Ставить Чтоб Дольше Бежали Противники Если Там Ставится Неру Что А Это Изменение Стратегии Слайд Чейндж Плэнс Там Архмак Прибегал Он Понимал Что Он Не Отобьет Видимо Сейчас Еще Вейв Войдет Извините Господи Да И На Базе Уже У нас Панда Т2 Соответственно Трубка Ну Пайпа Выпадает Пайпа Выпадает Карл Пайпа Пайпа Топовая Просто Пайпочка Один Там К 7 Зашел Артефакт ТГВ ТГВ Кстати На Артефакты Неплохо Прет В сумме Дредлорда Которому Мана Падала Амулеты Падали А Пит Хорош Он Тут Просто В соляного Архмага Нашинковал За считанные Секунды Под Я думаю Он Эксп Затаверил Сильнее Чем Мейн Поэтому Мы Идем Туда Правильная Логика Точнее Предположение Ставит Эксп По центру Сегодня Под Некров Конечно Вот Оценивает Оценивает Уже Второй Раз Пайпа Выпадает И до Этого Еще Были Хорошие Артефакты Такие Тематические Это В игру Не попал Попал Хавк Не проверяет Центральную Базу Чекает Только Натуральный Экспанд Ой Вот Очень Приятно Такого Преста Забирать Хотя Там Три Вышки Блин Маны Нет Чтобы Прожимать Это Все Не хватает Обсидианки Блин Она Пустая По Мане А где Хавк Вообще Он Где-то Крипится Видимо Но Я не понимаю Где Можно Скелеты Вызывать Почему Нет Ой Где Да Он идет Надо В размен Эти Хавк 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 Не знает Про Центральную Базу Блин На Такой Маленькой Карте Не Проверить Вторую Точку Пошла Персоналочка Это Персоналочка Просто Да Там Минус Мэйн Сейчас Будет Как же Скелет Тупят Ё-моё Неплохо ТГВ Работает Сейчас Берет ТП Убивает Здесь Две Вышки Убивает Мэйн Блин Вот Не Распылялся Бо На Алтари На Всякие Шахта Минус Пошел Телепорт И При Этом Он Еще Не 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 Сбил Мэйн Правильно Не Сбил Ну Покосло Конечно Хорошо Но Блин Такая Гапша Правильно Что Некров Надо было Скелетов Оставить Надо было Там Видимо Про Этому То есть Просто Завести Пачку Некромантов Внутрь Ты Здесь И так Отбиваешься Блин Так Я Гулей Всех Слил Плохо Заказывает Гулик Аура Такая Ма Палит Сразу Хавк Не знает Центральной Базе Триндец Как же Питнер Нарезает Сейчас Сдувать Будет Панда Ух Минус Мидвегон Со Сплэшем Питлорд Он Вполне Может Выиграть Дали Мид 35 Но Нычка Центральная Работает Контроль Не хватает По армии Кто Куда Вообще Ну Как Сложно На таком Удалении Герои Сможет Потерять С одним Блин Мидвегоном Блин Если Нормальный Контроль Еще Это Страти Вообще Дикая Будет Очень Правильную Позицию Хавк Выбирает Хотя Скелеты За это Время Могут Абсолютно Спокойно Поубивать Миллион Рабов Питлор Там Нарезает Опять Правда Облачка Заканчивается Увы От Холли Френди Пошел Опять ДК Четвертый Аура Вторая Там Лимит Хороший Там Где-то 60 Ухавк Сколько Ухавка Кстати 65 Да Хавк Выигрывает Ну Киньте Алло Ну Киньте Облачко Там Двое Побежали Кидать Облак Сплэш Конский Он Сейчас Свиток Будет Мне Крас Отдаются Да Тут Тупо Не хватает Контроля Чуть Чуть Не хватает Ужасный Микрюм Да Не ужасно Но Как бы Блин Реально Мог Победить Здесь За кого Болеешь Посмотрите Мы Видели Уже Как Хавк Ну Раза Три Уже Серии Побеждал ТГВ И Побеждал Заходить Заходить Порезер Мунов В Эксп В Мей Смысле Хавк Бежит На Экспанд Не Тут Надо Использовать Что Центральный Он До Сих Пор Не Знает До Сих Пор Не Знает Центральный Баз Хауль Видимо Да Да Идет На Эксп Вот Он Удивится Хавк Когда Узнает Что Там Всю Игру Центр Работал Блин Он Не Подозревает Про Еще Один Эксп Угу Да ТГВ Соображает И Это Очень Хороший Шанс Может Пару Зигуратов Уже Пора По Центру Сделать Пока Не Поздно Пока Халява Не Закончилась Молодец Вот Мне Чем Варкаф Нравится Что Он Отражает Мысли Игрока То Есть Все Что Происходит В игре Это Результат Процесса Мыслительного Если Сейчас Еще Хавка Полезет На Мейн На Мейн И Там Отдастся Это Будет Просто Фиаско Затрейдится Или Пытаться Что-то Сделать В плане Отбивания Это вопрос Сложный Там Говорит АМ Без Телепорта Сразу Пошел На Эксп Наверное Прейдем Туда Чем Довольно Быстро Заберет Экспанд Благодаря Хотя Вот Второй Хауль Минус Пятая Панда Трын Дец Жалеет Наверное Что Кастер Пофокусить Пита Подлечить Пита Подлечи На вышках Отдашь Массовый ТП Найс Нафидонил Все так и есть А где МК МК оставил На мейне МК оставил На мейне МК на мейне Обрати Внимание МК нет МК замороженный Убегал Сейчас с мейна Ёппер СТ Это просто Ези вин Сейчас Две базы Просто Ухавка Добычи Нет Ой В смысле Панда Панда Не важно МК Не важно Главное Что второго героя Не было Сейчас надо Как-то Держаться В лоб ТГВ Он не убивает Не убивает Никак Почему Зигурат Не отстрел Сейчас сам Заведет На этот Эксп Ты трейдиться Пошел Что ли Что это Такое Куда Шаманы Идут Что ты Делаешь Хавк В очередной раз Мимо базы Просто проходит Какой ужас Какой ужас Хавк Нет Все Телепорт И на Все И пошел Ой Молодец Телепорт Сразу На Мейн Идет Размениваться Ну да Сейчас пойдет Массовый ТП Главное Не прозевать Массовый Телепорт Вот он Зря Не следит За Эмом Блин Он может Сейчас Ловить А там Еще дофига Работа Он Шахту Оставил Кстати Не умил Такая Гра Нестандартная Классная Да Если бы он Не нафидонил Мку В смысле Этого А Эмма Могла быть Совсем Другая Ситуация Ооо Это хорошая Идея Ооо Это очень Хорошая Идея Масс ТП В центр Наконец-то Увидел Что здесь Есть Экспанд И вот Это Это Переломный Момент Похожим Точно В бейстрейд Нужно идти Теперь уже Никак Не защититься Дирижаба Ляле Сейчас Объюз Залп А он Шаманов Перестрелял Красиво Что делать Что делать На самом деле Возможно Это Последние Издания Но Гарантии Конечно Никакой Нет Работает Это Работает Надо Убивать Нормально Пусть стоят Здесь Кого ты Койл И Митвеган Вообще Непонятно По кому Стреляют Там Два Залпа Просто Проедрили Они Что Ты Делаешь С С микроконтролем Так Вали Дол Как Собирает О Ну там Не достанешь Все равно ДК пошел Подсвечивать На самом деле Рабочих Можно Там Панды Правда Ну ждем Пока Он улетит И делаем Типа Рафлан Дроп Надо Убивать Работ О Пытаются Убить Рабоч Как Хреново Ну блин Коня Перефидил Ну я Очень Плохо Митрил Какая Грязь Седьмой Уже Седьмой Удаляй Седьмой 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 Да Все это время Видите У него еще Шахта На мейне Работала Не хватает Да Без массовой Втп Тут ухавка Вообще Никаких шансов Не было На разводах На этих Ну и до пятой Хотя бы Можно было бы Что-то там Делать А так Да Минус Все некрасы Минус Мидвеганы Все Это ГГ Ну респект Конечно В такую В такую Ситуацию Слушайте Че Она прям Реально Тупит Провел Ну Перефидил Гоня Ло Сейчас Даже Непонятно Какого Трофлан Подробника Нанять Что-ли Ну Это Все Тоже Так Легко Палится Это Да Что-то Пробовать Надо Буров Вам Подробнее Да Элем Приходит Ё-моё Взорвал Подробняком Но не до конца Взорвал Пятый Пит Я по-моему Отменил Каким-то Образом Нет Просто Ману Последние Секунды Выжгли Но Он На самом деле Хорошо Местами Контролит Прям Очень Хорошо Успевает Видите Сейчас Как мышка У него Проснулась Там Там пока Умирают Там же Пятого Дэки Не хватает Акалит Умирают Рабочие Добычи Нет Массовый ТП Но С другой стороны ТГВ Здесь Во-первых По предмету Подперла Во-вторых Не доиграл Сильный Хавк С этим С экспандом Очень Сильный Недоразведывал Кончились Активные Действия ТГВ Последний Йолот Ик Дуэт Экс Пытается Подрывником Последним Там даже Не дает Тыкать Вэкс Ну блин Ну как же Пятого Дэки Не хватает Ну это Что Страк Панда Все Сдуло Последние Деньги На Акалит Эх Просто Мучение Какое-то Так Выдыхает Тяжело Я понимаю Его боль У меня Ты один Какой Лимит Алло Ну тут Вся проблема В том Что я Перефидел Коня Ну я Типа Ультраплох Пометрил Игул Неплохой Взрыв Дэка Пятый Попробуй Сейчас Не выиграть Да Уже Поздно Конечно Да Пит Питлорд Еще На Хауле Который Не пригодился Вообще Он Столько Заливал этим питом он не догадается ультанути поднять заказывает околит автомоколит набрал маны для того чтобы взять околита можно было взять новую все бесполезные там зигурат последние все бесполезные двух подрывников блин мне куда же хочется чтобы они добежали это конечно рафлан но мне ничего не остается такие рафланы и остаются так ну конь ушел ушел поехали так ай ну как ты контролируешь то твоюж налево блин реально мог взорвать эту хрень мог взорвать ой ай-яй-яй-яй чёрт блин мог взорвать нельзя на дирижабле это недавно пофиксили где-то в 2003 году пофиксили я тоже не понимаю ничего так давайте кавку попробуем что он говорит хавки с наверно даже если взорвал тогда можно было уже в этот в иллюминает идти там рабочих нет можно было идти в иллюминает находиться неподалеку ты самая большая проблема сейчас была в том что у хавка была добыча более-менее стабильные нет и говори все равно молодец учитывая то что у них класс с хавком на данный момент разные он все равно борется вытягивает старается то есть он видит он контролит хуже но все равно может старается конечно красивая катка красивая катка безусловно что там зачем Тиренас Ну, я видел парочку игр В разных сериях на этом турнире На Тиренасе Ну И в обоих выигрывала Хавк Там, когда коня до шестого нафидил Я уже не могу добывать на этой карте Алло Интересно, кто-то считал Количество сказанных Алло За трансляцию ТГВ Это явно фирменная у него штука Да, Дредлорд, конечно, первым героем здесь Алло, алло Господи, Хагипатор Сейчас забаню тебя Что ты несешь? Ты мне предлагал построить лимит Когда у меня ты один А кто там? Подождите Хагипатор Сейчас Хагипатор Ты мне предлагал построить лимит Когда у меня ты один И строящийся в конце Экс не мог напрячь А, ну рассказывай, да О, чатные эксперты Господи Там пыхтишь, стараешься Просто у тебя нервяк полный Там выкручиваешься Какой лимит против панды построить Могу совсем, что ли? Дестройеров Против рефлоуф масс Нет, там не нужно Естественно, вообще был никакой лимит В той ситуации Это понятно Против панды Никто не живет Хагипатор Это вот Есть новость на АГГ Не так давно появилась Вслед за темы на форуме Можно ли критиковать игроков? То есть, как бы Казалось бы Провокационный вопрос Ответ очевиден Можно Но большинство комментариев Которые мы вот иногда Ловим Особенно, когда ты знаешь Ты там сыграл Там, финал, между прочим, идет Финал он стримит Как забанить на Твиче, чела? Можно, отлично Пыхти там, старается И там Какой-то ересь там А надо было бы тебе просто Опа И все И ты И так на пределе находишься И тебе какой-то нагибатор Пишет, что ты Еще один эксперт Да Так, еще один эксперт И это реально отвлекает еще Блин, для этого реально отвлекает Хорош Дредлорд продал телепорт Взял, пошел Тут надо посмотреть В прошлый раз он Скриппингом накосячил Но Там все Все криво Сейчас вроде кликать Начал вообще отлично И какой артефакт выпарит О, вот Видите? Отработанная тема Чтобы и Lightning Shield И три гульки Врывающиеся в мага Близок вообще К идеальному криппингу Этот Супер Просто супер Ну что за дроп Выпадает Скроза Бист Это да 200 голды Да, Бистетти, конечно Видел клипчик Это Добил Лесом Да нет Вроде второй уровень У него Все нормально Продал Продал 200 голды Получил Побежал А, он не выкупил Второго тролля Ну, Хавка Мне не даст О, это шлип Не, это сварм Ну, с элементальными Тут не совладает На самом деле И ополченцы Нифига себе Продуман какой Ничего себе Хавка Какой дикий Блин, он не понимает Что это Ой, Д2 прожжал Никто не понимает Я тоже Только сейчас понял Чего бы сгорит Да, ТГВ Просто Сущая Макро Я не понимаю Зачем Была бы она у меня Капец Ну ладно Меня Джонни Типа протерло Да, она была Уже тебе сегодня Одна мана В одни руки Тебе Хавка Немножко в будущем Давайте перемотаю Я назад Не вернул Просто Сори, друзья Да, Вол, Вол Что ты там Вообще делал Работает На троллее Сейчас Ну, банка Это плюс 50 лемов Ну, типа Это неприятно Блин, как же Горит он классно Я начинаю вас понимать Когда Когда я горю сам Не, не лагай, прошу Не добивает Архмаг После Элементаля Последний выстрел Сейчас Тролля добьет Нет, тролля Он не собирается Отдавать Ну, я чисто на банке Маны сливаю Ну, это типа Ультра сильно решает Хавок покидает матч Да? Самое время ливнуть Хавок Красавчик Ну, это очень много лемов Очень сильный демп А шоп-то полезен Там просто такая гапша ДК выходит Второй Взял скелетов Выкупает Миллион троллей Как же это дорого Три элементаля Просто И алхимик уже Да ладно Минус тролль Залечили его Там, кстати Надо как-то На базу попасть Надо как-то Попасть Сейчас на базу Здесь не очень Выгодно Сражаться Сейчас Магазин Восстанавливать Надо как-то Про это самое Ну, кстати Взял Подрезал Двух троллей Молодец А, магазин Хороший диспол Вот он иногда может Переконтролить Я вижу, что По это самое Хавк тоже местами Не доконтроливает Земля В иллюминаторе Земля в иллюминаторе Минус фут Дредд третий Шикарно Сварм второй Бах Пожалуйста До первых кастеров Он не должен сюда возвращаться Веса мало Ох, минус два фута Ну можешь же Нет, не надо Хотя нет, надо Как же обсидянки Не хватает Под этих трех троллей Двух героев Престат контроливает Отлично Сварм, сварм Не жалеем ДК еще второй На ауре Все шикарно Только деньги Потрать Прошу тебя 600 голды На руках Гредлорд Здесь можно оставить Сейчас можно Экспан Спокойно зачистить Вот прям сейчас Блин, время потратил Там было видно, что АМ возвращается Вместе с остальными Он либо на лагере наемников Либо одной из двух Либо возвращается сюда Так, ну во что выходить Хозя Так один в один Ты чего Выбирай, что хочешь Ты же андет Теалхимик Наверное Против Тех же самых Некрасов Он похуже будет Чем МК Или этот Или панда Опасно Престерри Флейм Отменяет Эксп Все правильно Делает И тогда Будем Убиться Еще бы Грэйтн Дистроп Сделать Наверное Он В это Облако Ядовитое Делает Передает Амуль Мне уже Лича бы Дождаться Конечно Он Магаз Крипит Сейчас Не, не Крипит Отошел Назад Строжевые Идолы Скелет На разведку Пошел Лич Эксп На арбу Денег Пока не хватает Вообще Все хорошо Сейчас Ну Зачем Трать Сейчас О Вот Это Провокация Это Момент Лучший Просто Для ТГВ Сейчас Чтобы Выиграть Вот Лучший Момент Нова Свар 50 Лимита Поехали Нет 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 Свежак Ж Идет Разводить Идет На мейн Рабов Шатать Ну ок Магическая Вышка Одна Или его меньше Он боялся Что не справится Телепорт Пошел Не Гулька Сейчас нормально Разведут Дредлорд Сварм Магическая Вышка Дредлорд Просто Наполучал Колоссально Гули Убивают Рабов Прекрасная Позиция Для ТГВ Обсидианки Подвести Минус Престы Троллей Отдает Только Троллей Отдались Но Гули Работают По Рабам Экспант Еще Делать И 500 Голды На руках Слоу Персоналка Как он Угадал Ты с Персоналки Осторожно Осторожно Откуда Вижен А во Свет Мастерская Или нет Откуда Вижен Реально Был Неужели Его А Его же Светили До Этого После Персоналки Не сбивается Порошок Он Все Еще Работал На этот Момент Точно Не лагай Прошу Михаил На самом Деле Играют Вообще Отлично Просто Отлично Да На Три вышки Серьезно Не 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 А Я Под Дустом После ТП Остался Да 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 Работает А Там На Экспанд Тут На Мейн Эксп Минус Блин А Есть Там Телепорт Кстати Ухавка Лич Второй Рабочие Выхиливают Все Дред Четвертый Персоналочка Пошла Сейчас Сварм Можно сделать Хороший А может Нельзя Телепорт На телепорт Не 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 Забейте Уже Размены Минусовые Выходят Сам Нычка Потерял Да Ну капец Как сильно Дредлорд Зависит От девайсов Это Капец Кстати Почему не играют В дредлорда С финдами С вторым декой И просто Через Криппинг Ну как бы Стандартный Андетт Только на первом Дредлорде Такой же опасный Который может Если что При случае Поставить Эксп Но не на Бумажных гулях А на Медленных Финдах Вот и с дефом Разваливаются ДК Логичный Второй Идет Темп Скорее всего Темп Что винды Триндец Какие медленные Финдом Не захилять Но вначале Да Безауры Сложноват Такой Лаура ДК Это Конечно Очень помогает Угу Да 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 Там Дело В совокупности Факторов Неплохо Надо сказать Сейчас он Прокрепился Ну Ноль Маны Ноль Падает Маны Просто Ноль Выпадает Анг Вместо Камня Маны Тяжело Там Хороший Лимит 60 Плюс Скорее всего Попытка Развести Собом С болезнью Основной Армии На Мейн Тут Все Просто Застроено Трындец По низу Пытается Пройти Со сварм Начинает Новый Убивает Рабочих А бом Там В Вышках И Хавк Чекает Левый Нижний Угол И Мейн Шатает Нам Не Показывают Но Там Прям Шатание Шатание Идут А бомы Убили Справа Наверху Минус Мейн Можно Уже Выходить На самом деле Что Здесь Уже Контроля Нет Никакого По карте Ну В смысле За игрой Нет Контроля Но ТГВ Все Равно Отыграл Значительно Лучше Чем Предыдущие Ну То есть Он Сегодня Во-первых Дошел До финала Раньше Отлетал Повстречаюсь С Хавком Раньше Вот Игры с Хавком Все равно Да и В предыдущих Играх Тоже Борьба 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 Видно Что Не сдается Видно Что Старается Долбится Правда Но Старается Да Гиппогриф Это Финал Нет Дредлор Ультра Сильно Отдевайся Взависи Как МК Там Полноценно Добывающая База Пытается Становить X35 Лимита Пока Там Вырубает Мэйн На Хавк Уже Успел Всю базу У него Снести Почти Но Все равно Очень Хорошая Игра Пошел Телепорт Не будем Реагировать На него В смысле Он Уже Стелепортировался На тебя Уже Спит Да Блин А боссом Ихилварды Ну капец Они мне тут Руинят Вообще Связка Хорошая Вторая Новая Там Свар Ну там Алхимик Со вторым Лечением Тоже Будь Здоров Да Последние Секунды Мы Наблюдаем Это Агония Хотя ТП Есть Он Может Ити НТП Но Куда Ити Где Тебя Ждут Везде Нет FTL Сегодня Не будет Все-таки Конечно же Потому что Поздно Завтра Приходите В часик Не знаю Может пораньше Может 12 Постараюсь Начать Как можно Раньше Игра Шикарная Всех Приглашаю Как Я ее Пропустил Как Мне Помогли С этим Голосованием Как навели На нее Супер Возможно Модик Завтра Накатим После Следующей Смерти Да Фантом В любом Суча Красивый Я Подрастроился Потому что Ну Есть над чем Ну Что Что Поисправлять Плюс ТГВ Если его Слушать Постоянно То все Очень Плохо Вот Такой Фон Создается Вот Но Есть Понимание Что Если Вот В текущей Мете В текущей Мете Если Добавить Там Ладно Гол последний Тык в коня И Ладно ГГ Все равно Молодец Друзья Спасибо вам За то Что смотрели Я вообще Капец Засыпаю Не знаю В обеих Играх Просто Ни разу Некрил Спасибо За то Что смотрели Приходите Завтра Завтра Вроде Как у нас Вечерком Будет Эленс Варм Если я правильно Помню С Бонни Вуром Бесп Этей Днем Скорее всего ФТЛ Ох Спасибо Федерации Компьютерного Спорта России Спасибо Партнерам 20 тысяч Рублей Разыграны Трое Сильнейших Игроков На данный Момент Определены А я пойду Отдыхать Потому что 12 часов Трансляции Ах Давненько Такого не было Спокойной ночи